Герман Александрович Лопатин. Воспоминания о Тургеневе. С Германом Александровичем Лопатиным 1845-1918 годы, выдающимся деятелем народничества, занявшим видное место в ряду корифеев революционного движения, Тургенев познакомился во второй половине 1873 года. В краткой биографии Лопатина Лавров рассказывает, он жил постоянно в Париже, где сблизился с Иваном Сергеевичем Тургеневым, который очень полюбил его. Лавров, Герман Александрович Лопатин. Петроград, 1919 год, страницы 15-16. Глеб Успенский, присутствовавший на одной из встреч Тургенева с Лопатином, говорил о великой радости, которую испытывал писатель от общения с молодым революционером. Глеб Успенский, полное собрание сочинений, том 14, Москва, издательство Академии наук СССР, 1954 год, страница 588. Тургенев как человек и как художник был увлечен редкой личностью Лопатина, могучей индивидуальностью этого рыцаря-духа, как его называли друзья. Удивительная, почти фантастическая биография Лопатина, русского овода, видимо, была хорошо известна Тургеневу, который пристально следил за его жизнью. Это ясно из скупых, но довольно частых упоминаний о Лопатине в письмах к Лаврову. Тургенев, угадывавший в Лопатине блестящий литературный талант, просил его описать свою жизнь, полную событий, приключений, риска. Лавров писал, что перед будущим биографом Лопатина развернется жизнь, имеющая интерес рыцарского романа. Он встретится с личностью, которой предлагали кафедру при самом оставлении скамьи университета, с писателем, блестящей страницей писем которого восхищали Тургенева. Лавров, Герман Александрович Лопатин, страница 40. Писателя связывали с Лопатином и чисто деловые отношения. Лопатин, пишет Лавров, содействовал основанию Парижской библиотеки, был посредником между Тургеневым и ею, а также между ним и мною в период моего пребывания в Лондоне. Через его руки проходили большей частью вклады, вносимые Иваном Сергеевичем на продолжение «Вперед». Лавров, Герман Александрович Лопатин, страница 43. При встрече с Лопатином в марте 1879 года Тургенев предупредил его о грозившей опасности, о том, что его пребывание в столице известно полиции. Когда Лопатина арестовывают, он пытается изыскать пути, чтобы ему помочь. В последние дни своей предсмертной болезни он хочет видеть несокрушимого юношу. Лопатин не раз в письмах к Лаврову говорил, что он не собирался писать воспоминания о Тургеневе. Литературное наследство, том 76, страница 240. Спустя 30 лет после смерти Тургенева слушательница Петроградских высших курсов Петрашкевич Струмилина записала свою беседу с Лопатином, носящую характер воспоминаний. Запись ее была просмотрена Лопатином и таким образом авторизована. Открытое письмо Лопатина в Daily News, по сути дела статья, дополняет значительно более позднюю мемуарную запись. В отличие от живой беседы, легко переходящей от одного эпизода к другому, эта статья, написанная в год кончины Тургенева, более целенаправленно. Она четко выражает взгляд Лопатина на характер отношения Тургенева к революции. Тургенев, который не имел определенной политической программы, по глубокому убеждению Лопатина, готов был поддерживать любое выступление против деспотии, против самодержавия, не разбирая программы и знамен. Ценность статьи в том, что она в главном подтверждает достоверность поздних воспоминаний. Публикация Дубовиковым. Герман Лопатин о Тургеневе. Литературное наследство. Том 76. Страницы с 235 по 254. Впервые запись беседы была опубликована в журнале «Красная новь» за 1917 год в номере восьмом. Печатается по журнальной публикации. Я передала Герману Александровичу нашу просьбу. Не может ли он написать свои воспоминания для нашего тургеневского сборника? Нет, ни в коем случае. Я не испытываю ни малейшего литературного зуда. Одно из любимых выражений Ивана Сергеевича. Мне уже не раз сделали подобное предложение, но, повторяю, у меня нет литературного зуда. Впрочем, если вы уж пришли, я расскажу вам, что помню. Начну словами самого Тургенева. Они свежи в моей памяти, так как еще недавно мне пришлось привести их по поводу одного современного романа «То, чего не было» — «Рапшина». Роман «То, чего не было» — «Савенкова», «Рапшина» — впервые опубликован в журнале «Заветы» в 1912-13 годах. Слова эти были сказаны Тургеневым в одной из наших бесед с ним по поводу произведений Достоевского. Объясняя свое отрицательное отношение к роману «Бесы», Тургенев говорил, «Выводить в романе всем известных лиц, окутывая и, может быть, искажая их вымыслами своей собственной фантазии, это значит выдавать свое субъективное творчество за историю, лишая в то же время выведенных лиц возможности защищаться от нападок. Благодаря, главным образом, последнему обстоятельству, я и считаю такие попытки недопустимыми для художника. О сложном и противоречивом отношении Тургенева к творчеству Достоевского в работах «История одной вражды. Переписка Достоевского и Тургенева. Ленинград. Академия. 1928 год». А также в «Воспоминаниях Островской», «Луканиной» во втором томе настоящего издания. В романе «Бесы» Достоевский использовал документальные материалы Нечаевского процесса. Ходил я к Тургеневу по утрам. Принимал он меня у себя наверху в своих маленьких комнатках на улице Дуэ. Приходя к нему, я не раз заставал у него мадам Виардо. С которой Тургенев читал по утрам по-русски. В «Воспоминаниях Павловского» Полина Виардо. «Русское слово 1910 года. Номер 107. За 12 мая». «Меня всегда поражали ее черно-испанские глаза. Вот такие два колеса». Герман Александрович изобразил их широким жестом. «Да и вся-то она была сажа до кости», как говорил Глеб Успенский про одну грузинскую девушку. «Надо сознаться, смотрела на эмигрантскую публику мадам Виардо коса, может быть, боясь, что они обирают Тургенева, а может быть, из боязни, что они могут набросить тень неблагонадежности на Ивана Сергеевича». А настороженно неприязненном отношении Полины Виардо к русским нигилистам сохранились свидетельства других современников Тургенева. С обычным появлением таких гостей у Ивана Сергеевича она сейчас же спускалась к себе вниз. Там внизу у нее был свой салон, куда допускались русские бары, артисты, художники и в особенности музыканты. Я там не бывал, отчасти благодаря плохому знанию разговорного французского языка. «Так вот, прихожу я однажды утром к Ивану Сергеевичу и застаю у него салтыкова Щедрина». Михаил Евграфович сердито хрипел. «Ну что, ваши Зола и Флобер, что они дали?» «Они дали форму», — отвечал Тургенев. «Форму, форму, а дальше что?» — допытывался Щедрин. «Помогли они людям разобраться в каком-нибудь трудном вопросе. Выяснили ли они нам что-нибудь?» «Осветили тьму нас окружающую?» «Нет, нет и нет». Во время своего пребывания в Париже, апрель-май 1879 года, Салтыков-Щедрин часто встречался с Тургеневым. Отзывы о современном французском романе и романах Золя, в частности, в письмах Салтыкова-Щедрина Каненкову, Некрасову, Михайловскому. Щедрин, тома 18-й и 19-й. Тогда Тургенев, беспомощно разводя руками, просил Щедрина. «Ну, куда же нам-то, Михаил Евграфович, билетристам после этого деваться?» «Помилуйте, Иван Сергеевич, я не о вас говорю», — возразил Щедрин. «Вы в своих произведениях создали тип лишнего человека, а в нем ведь сама русская жизнь отразилась. Лишний человек — это наше больное место, ведь он нас думать заставляет». Встает в моей памяти одна сценка по поводу бесов, а именно по поводу карикатуры на Тургенева. Помните? «Кармазинов»? «Мерси», «Достоевского», злая пародия на Тургеневское «Довольно». В разговоре со мной о бесах Иван Сергеевич заметил, там и мне досталось. А я, представьте, совершенно забыл о Кармазинове. Во время чтения я почему-то не обратил на него внимания. «Где же, Иван Сергеевич? Я что-то не помню. Это Верховенский отец, что ли?» «Ай, нет», — поморщился Иван Сергеевич, — «чудной вы человек». «Ну, как его? Ну, этот...» И что-то брезгливое пробежало по губам Тургенева. «Кармазинов». В образе Кармазинова в романе «Бесы» выведен Тургенев. Вдруг я вспомнил, и, сознавая, что это неприлично, неудобно, нехорошо, я как ни крепился, как ни старался, не мог удержаться от душившего меня громкого, неудержимого смеха. Закрыв лицо руками вот так, я буквально катался по креслу от смеха. Так нелепа была фигура Кармазинова рядом с красивой фигурой, стоявшего передо мною, Тургенева. А какая умница был Тургенев! Вы почитаете его переписку с Герценом. Речь идет об издании письма Кавелина и Тургенева к Герцену, Женева, 1892 год, подготовленном Драгомановым. Какой проницательный ум, какое всестороннее широкое образование! Как знал он литературу ни одного своего, но и других народов, ведь он владел многими языками. Теперь мне вспоминаются все отрывками, отдельными сценами. Знаете, человек всегда забывает одну истину — все люди смертны. Кай — человек, следовательно, Кай, смертен. Мы живые никогда не помним этого. О чем, о чем бы ни говорил я с теми, с которыми уже не поговоришь. Да, был я близок тоже и даже ближе с Марксом. Я испытывал на себе чисто отеческую любовь его ко мне. Часто видались мы с ним, горячились, спорили, случалось, говорили подолгу о пустяках. А многое, многое, очень важное осталось невыясненным. Обо многом надо было узнать, попросить совета. О большой привязанности Маркса к Лопатину вспоминает и Лавров. О немногих людях Карл Маркс говорил мне и с такой теплой симпатией к человеку, и с таким уважением к силе его ума, как о Германе Александровиче. Лавров. Герман Александрович Лопатин. Страницы. 29-30. По отношению к Тургеневу у меня осталось тяжелое чувство невыполненного обещания. В свое время я не сделал того, что собирался, а потом уже не пришлось. Я расскажу вам это. Попав последний раз за границу, я в Париже получил письмо от Тургенева с просьбой приехать к нему в Бужеваль. А Бужеваль ведь не близко от Парижа. Пять франков. Я привык в это время считать расстояние на франки. Я поехал. Встретила меня там мадам Виардо далеко не любезно и не хотела пустить к Тургеневу, ссылаясь на его тяжелое состояние. Как пропуск, я показал ей письмо Ивана Сергеевича и прошел. Время было неудачное. Тургенев корчился от боли. У него были ужасные боли где-то около позвоночника. Ему только что впрыснули морфий, и он должен был заснуть. Увидев меня, Тургенев обрадовался. «Я не могу говорить сейчас», — сказал он, — «но мне необходимо увидеть вас еще раз и переговорить с вами». Я хотел что-то сказать, но Иван Сергеевич остановил меня. «Молчите, молчите», — сказал он. «Дайте мне договорить, а то я сейчас засну. Вы приедете еще раз ко мне непременно». Я ушел, и все собирался съездить, но пять франков, вы понимаете. И вдруг я узнаю, что он умер, а несказанное так и осталось несказанным. Я долго потом ломал голову. О чем хотел переговорить со мной Тургенев? Что он хотел сообщить мне? Да так ничего и не придумал. Вы спрашиваете, были ли у меня письма Тургеневым? Да, были. Но весь свой архив перед отъездом в Россию я оставил за границей, а потом он был уничтожен. В былом мне попалась переписка Тургенева с Лавровым по поводу вашего ареста и побега. Это было, кажется, в журнале «Былое» 1906 год, номер 2. Были опубликованы письма Ивана Сергеевича Тургенева к Лаврову. 22 февраля старого стиля 1883 года Лопатин бежал из Вологодской ссылки. Собственной властью перевелся в Париж, как он шутливо называл свой очередной побег. «Радуюсь благополучному возвращению Лопатина», говорится в письме Тургенева к Лаврову от 24 марта нового стиля 1883 года, и, надеюсь, скоро с ним свидеться. Тургенев, письма, том 13, книга 2, страница 170. Эх, ну, стоит ли разбираться, когда это было, и устанавливать даты. Сидел я чуть ли не 27 раз в 18 разных тюрьмах. Всего сразу и не вспомнишь. Во время своих поездок за границу я каждый раз бывал Тургеневым. Познакомился я с ним по поводу дел журнала «Вперед». Вам известно, что Тургенев субсидировал этот журнал. Сначала он давал тысячу франков в год, а потом пятьсот. Неточность. Тургенев ни разу не вносил такой суммы. Он лишь высказал намерение давать ежегодно тысячу франков. Так вот, по поводу этих денег у меня и было поручение к Тургеневу от Лаврова. Тургенев далеко не разделял, конечно, программу «Вперед», но он говорил, «Это бьет по правительству, и я готов помочь всем, чем могу». Тогдашний строй России давил Тургенева, и свобода нужна была ему не только как теоретический принцип, как программное пожелание. Он нутром страдал от отсутствия этой свободы у себя на родине, и всем нутром жаждал наступления ее в России. Он был в лучшем смысле этого слова «либерал», ну, «радикал». Он приветствовал каждую попытку выступления против старого строя. Тургенев допускал, что социализм, может быть, и будет венцом социального развития человечества. В открытом письме 1883 года Лопатин более осторожно писал об отношении Тургенева к социализму. Тургенев горячо и искренне любил наш простой народ, наше крестьянство, и охотно мечтал о наступлении для него лучших дней, которые он представлял себе в довольно туманных, полусоциалистических, полуфантастических образах. Это место своей статьи Лопатин считал настолько ответственным, что в письме к Лаврову от 22 октября 1883 года он выражает опасения в недостаточной аргументации своих утверждений. В моем поспешном письме о Тургеневе есть фраза, где я говорю, что он представлял себе более счастливое будущее народа в довольно смутных, полусоциалистических, полуфантастических образах. Нельзя ли будет или сюпримировать ее, или изменить как-нибудь? Таково мое впечатление, но я не сумел бы подтвердить его никакими изречениями Тургенева, если бы у меня потребовали доказательств. Литературное наследство, том 76, страницы 246, 247 и 249. Но социализм рисовался ему в такой дали, что еле верилось в него. Ему казалось, что ни технические, ни экономические, ни моральные предпосылки не созрели еще для проведения его в жизнь. А кроме того, его смущали сомнения, сможет ли социализм удовлетворить индивидуальным запросам и индивидуальным вкусам будущего общества. «Ведь не будем же мы в самом деле, — говорил Тургенев, — ходить по Сан-Симону все в одинаковых желтеньких курчиках с пуговкой назади». Сомневался Иван Сергеевич и в людской способности пока жить сообща, общинно. Наша психика не подготовлена к этому, и все попытки жить коммунистически, даже людей хороших и интеллигентных, всегда кончались неудачей. В нас Тургенев ценил людей ради идеи, ставящих на карту жизнь свою. Было что-то неподдельно отеческое в отношении Тургенева вообще к молодежи, и, пожалуй, он больше любил буйных сынов своих, ибо, по его понятиям, как было молодому человеку и не буйствовать, буйные были ближе и приятнее душе его. Но в то же время у Тургенева, сказала я, было ясное сознание трагической тщеты усилий русских социалистов того времени. Да, конечно, он знал, что мы потерпим крах, и все же сочувствовал нам. Вообще говоря, мы должны были погибнуть, но иногда случается ведь и невозможное. Тургенев любил молодежь и искренне интересовался ею. Когда я бывал в Париже, всегда заходил к нему. Он интересовался моими рассказами о России, в особенности после моих странствий. Бывал я у него и в Петербурге. В год так называемого «примирения» Тургенева с молодежью я был в Петербурге и о московских честованиях только слыхал. Потом я узнал, что Иван Сергеевич приехал в Петербург. «Почему бы и не навестить мне его?» — подумал я и отправился в европейскую гостиницу. Прежде чем войти, я отправил ему свою визитную карточку, чтобы он узнал мою тогдашнюю фамилию, кажется, Афанасием Григорьевичем Севастьяновым я был тогда. Вхожу. Увидал меня Тургенев и воскликнул. «Безумный вы человек! Можно ли так рисковать с собой?» Потом он рассказал мне о своем пребывании в Москве, о речах, о молодежи и честовании. «Ведь я понимаю, что не меня честуют, а что мною, как бревном, бьют в правительство». Тургенев красноречивым жестом показал, как это делается. «Ну и пусть, и пусть! Я очень рад!» — закончил Иван Сергеевич. В статье Лопатина 1883 года приводились почти те же самые слова Тургенева. «Я не так самонадеян, чтобы приписывать все эти овации моим скромным литературным заслугам. Я отлично понимаю, что русское общество, зная мои убеждения и мое исключительное положение, пользуются мною как первым попавшимся под руку чурбанам, чтобы бросить им в голову опостылевшему ему правительству». Литературное наследство, том 76, страница 248. Умный и скромный был человек Тургенев. Заходил я к нему и еще раз, или два. Однажды прихожу я к Ивану Сергеевичу, а он встречает меня словами, «Как я рад, что вы пришли! Вы нужны мне были!» И, взяв меня за плечи, заговорил взволнованно, «Безумный, отчаянный вы человек! Уезжайте, бегите отсюда скорее! Я знаю, я слышал, не сегодня-завтра вы будете арестованы!» И сколько было тревоги за меня и боязни, что я его не послушаю в голосе Ивана Сергеевича. Я упорствовал. Мне захотелось проверить источник слухов. Иван Сергеевич назвал мне фамилию. Я знал названного господина за труса. Этот господин встретился с одной важной особой. «А знаете, ваш-то Лопатин!» — огорошила его особа. При словах «ваш Лопатин» на лице моего знакомого появилось, конечно, выражение горячего протеста. «Да нечего, нечего!» — продолжала особа. «Я ведь знаю, что вы там, за границей, с ним якшаетесь. Ну так недолго ему гулять. Скоро его на веревочку посадят». Взвесив достоверность названного источника, я заявил, «Нет, Иван Сергеевич, я не поеду». Иван Сергеевич сокрушенно качал головой. Ему больно было сознавать, что он не сможет убедить меня. Я остался, а через два дня меня арестовали. Последняя встреча Лопатина с Тургеневым в Петербурге произошла 21 марта, 2 апреля 1879 года. Литературное наследство, том 76, страница 244. Именно тогда-то Тургенев и предупредил Лопатина о грозившем ему аресте. Лопатин был вскоре арестован. Тургенев связывал арест Лопатина с тем, что он оскорбил лично Александра II. Это не прощается. Во время пребывания Александра II в Лондоне весной 1874 года Лопатин поместил в Daily News письмо, в котором разоблачал истинный смысл амнистии, объявленной 9 января в России. Эту статью он лично отправил Александру II с едким сопроводительным разъяснением. Выдал Лопатина некто Воронович, глупый и безобразный кутилом. Лавров, Герман Александрович Лопатин, страница 43. Я не мог тогда уехать. У меня были дела, вещи. Ко мне должны были прийти. Но до ареста я успел еще раз повидаться с Тургеневым. На другой день после нашего разговора я опять зашел к нему. Смотрю, вещи собирает. Иван Сергеевич, да куда же вы? Вы же хотели пожить здесь, а вечер в дворянском собрании, на котором вас собираются еще чествовать. Нет, батюшка мой, оставаться больше не могу. Приезжал флигель-адъютант, его величество, с деликатнейшим вопросом. Его величество интересуется знать, когда вы думаете, Иван Сергеевич, отбыть за границу? А на такой вопрос, сказал Иван Сергеевич, может быть только один ответ — сегодня или завтра, а затем собрать свои вещи и отправиться. Тургеневу не только предложили уехать за границу, но запретили и публичные выступления. В ответ на приглашение студентов Горного института Тургенев сообщил, что ему положительно запрещено являться среди молодежи и принимать ее овации. Тургенев. Воспоминаниях революционеров. Страница 83-я. Тургенев уехал, а я пошел на концерт в дворянское собрание. Увезла меня на него жена Станюковича. Сидели мы по обыкновению на хорах. На эстраде много пели, декламировали, но особенно памятна мне песня, спетая Тартаковым. Это известное стихотворение Алексея Толстого. «Спускается солнце за степи, Вдали золотится ковыль, Колодников звонкие цепи, Взметают дорожную пыль». Я люблю это стихотворение. Кто знает этапы, Тот поймет, как верна эта картина. Стихотворение известно под названием «Колодники». Музыка же этой песни лишена, Полна для меня очарования. В аккомпанементе песни, Там, где поют про дикую волю, Врывается напев вниз по матушке по Волге. Как это хорошо! На том же вечере мельком видел я одного из знакомых Тургенева, Художника Репина. Мы встречались с ним у Ивана Сергеевича в Париже. Репин встретился с Тургеневым в Париже в начале 70-х годов, Где он жил в качестве пенсионера Российской академии художеств. Репин, так же как и Тургенев, Был частым посетителем вторников, Который устраивал президент Общества русских художников в Париже, Боголюбов. Воспоминания Ильи Ефимовича Репина о Тургеневе Во втором томе настоящего издания. Любопытно, недавно, вот в эти уже годы, На каком-то вечере подходит ко мне старичок, Здоровается со мной. Здравствуйте, Герман Александрович. Вспомните? Ведь мы встречались. Где, не помню. В Париже художников, помните? Конечно, Поленов, Репин. Да ведь вот он, Репин, перед вами. Да разве вы Репин? Передо мною сухонький и улыбающийся старичок. Я знал Репина, да не таким. Юношей кудрявым знал я его. Как не помнить мне Репина? Его картина «Не ждали» была моим последним впечатлением Перед переселением моим туда. Помню, мне попалось объявление о выставке картин Репина. Я зашел, остановился, перед ней ждали и залюбовался. Блудный сын этот, вернувшийся к семье, я думаю, не политик. Он не за идею страдал, иначе не было бы у него такого виноватого лица. Просто, думается мне, проиграл он казенные деньги, побывал в Сибири, а, может быть, у него черносотенная, говоря современным языком, семья, и он не знает, как его примут. Как бы то ни было, но лица на этой картине удивительные. Мальчик этот, болтающий ногой под стулом. Все на этой картине, все до мельчайших подробностей живет. Но я был поражен не только верностью лиц, поз и выражений, а главным образом — выполнением внешней стороны картины. Вы заметили, как передана там перспектива. Весь воздух чувствуется. Вот одна комната, другая, а на пороге кухарка застыла. Во второй комнате окно открыто, и там, на дворе за окном, на веревке белье сушится, и кажется, что его чуть-чуть ветерок покачивает. Это удивительно. Картина «Не ждали» написана Репином в 1884 году. Это главное произведение художника в ряду его работ, отразивших революционное движение в России 70-х, 80-х годов. Стоял я, любовался этой картиной, а рядом со мною любовались ей уже два жандармских офицера. Это была случайность, конечно. На другой день тоже, по случайности, один из них допрашивал меня, и другой был тут же в этой комнате. Странное совпадение. Фамилия допрашивающего меня была страшная. Лютов. Я сейчас же узнал их обоих и говорю им, а ведь мы встречались с вами, господа. У них вытянулись лица. Где? Припомните, вы вчера были на выставке, начал я их допрашивать. Были. Вспомните. Вы стояли перед картиной Репина. Да. Так я тоже вместе с вами любовался на эту картину. Вспоминается мне и еще один из русских художников в Париже, Поленов. Помню, мы русские. Решили создать библиотеку в Париже, где бы мы могли собираться читать. Попросили Тургенева устроить в пользу этой библиотеки утро. Русская библиотека в Париже была основана в феврале 1875 года. Тургенев, принимавший самое непосредственное участие в ее создании, рассматривал ее как своего рода клуб русской эмиграции. Вообще, в Париже Иван Сергеевич делал много усилий, чтобы соединить русскую колонию вместе, говорится в мемуарах современника. Создать для нее центр, где она могла бы собираться. Павловский. Воспоминания об Иване Сергеевиче Тургеневе. Из записок литератора. «Русский курьер», 1884 год, номер 199, 21 июля. Литературно-музыкальное утро состоялось 15-27 февраля 1875 года. В нем участвовали Полина Виардо, Курочкин, Успенский, Тургенев, Скрипачи, Галкин, Винявский и другие. В агентурной записке третьего отделения об этом вечере специально сообщалось. В кругу студентов в настоящее время ходят усиленные толки по поводу музыкально-литературного вечера, данного Иваном Сергеевичем Тургеневым в Париже с участием господ Курочкина, Галкина, Винявского и госпожи Виардо в пользу недостаточной русской молодежи, которая рассказывает, что Тургенев дал вечер этот исключительно с целью оказать вспомоществование русским эмигрантам, к которым он всегда будто бы относился с сочувствием. Литературное наследство, том 76, страница 322. По делам этой библиотеки у нас было заседание. На этот раз председателем был я. Я записывал ораторов кое-как для себя начальными буквами на клочке бумаги. Вдруг слышу, из угла кричит мне кто-то. «Поленов, запишите». Поленов так же, как и Репин, жил в Париже в качестве пенсионера Российской академии художеств. Записываю. Ах, кто меня любил и знал далеко. Она была старухой, но когда она произносила «Я стражду», меня Мороз продирал по коже, мурашки бегали по спине. Столько она вкладывала экспрессии. Ее глаза эти, бледные в полы щеки, надо было видеть публику. И еще стихотворение Фета спела она. «Облаком волнистым пыль встает вдали. Друг мой, друг далекий, вспомни обо мне». Последние слова были полны такой еле сдерживаемой страстью, такой глубокой тоской. Так звали к себе. Было спето шепот, робкое дыхание, трели соловья, но это уже не то. Ей удавались вещи с сильным страстным чувством. На этом вечере, помню, захотелось мне курить. Но в доме Виардо это не разрешалось. Я знал расположение дома и вышел во двор. Стою, курю, смотрю. Около меня тоже кто-то попыхивает папироской. «Здравствуйте, Герман Александрович. Здравствуйте. А сам не знаю, кто это». «Да кто же вы, спрашиваю, Поленов?» «Через ядь, через ядь», — обрадовался я. Мы засмеялись. «Да вы поймите, Герман Александрович, ведь всегда пишут мою фамилию через «е». Как же мне было не крикнуть вам? Многие мигранты обращались к Тургеневу за помощью, и он помогал. Однажды Иван Сергеевич письменно предложил мне заведовать раздачей некоторой ежемесячной суммы этого фонда просителям. «Вы знаете их», — писал он. «Возьмите на себя труд помогать им. Если кто-нибудь обратится ко мне, я направлю к вам. Вы будете расходовать эту сумму по своему усмотрению». «Нет, Иван Сергеевич, сам лично я никогда не пользовался чужой помощью. Здесь необходима строгая отчетность. А кому я буду давать отчет? Ведь я лишен возможности отчитываться перед всеми публично. Сделаем мы так. Деньги останутся у вас, но просителей вы будете направлять ко мне за отзывом». Так и сделали. Однажды Тургенев познакомил меня с Неждановым. «Это некто Отто, Онегин. Он и сейчас жив». «Это Жуковский?» — спросил я. «Да, говорят, что он сын Жуковского. Настоящая его фамилия Отто — это уже впоследствии он сделал из себя Онегина. «Что же он за человек? Расскажите, очень интересно», — попросил я. «Сопляк», — простите за выражение, — коротко ответил Герман Александрович. «Пришел я к Тургеневу. Он говорит, идите, я познакомлю вас с Неждановым». «Увидал я Нежданова, мы поздоровались». «Вы не вспоминаете меня?» — обратился он ко мне. «Нет. А ведь мы с вами вместе в университете учились». «Да кто же вы?» «Отто». «Так это Отто. Я вспомнил его. Это был розовый херувимчик, такой незначительный». В Нежданове Тургенев, конечно, сильно апоэтизировал его. Я свиделся с Тургеневым, когда «Новь» уже печаталась. Тургенев дал мне прочесть ее еще ранее выхода книг «Вестника Европы». Разумеется, мое мнение уже не могло ничего изменить в тексте, сданном в печать. Своё отрицательное мнение о романе «Новь» Лопатин высказал в предисловии к сборнику «Из-за решетки». Вообще говоря, Тургенев чутко прислушивался к мнению других. Типы молодежи нашей трудно поддаются изображению. В Базарове не укладывается, конечно, вся молодежь 60-х годов, но, несомненно, такие бывали, в особенности с таким отношением к искусству. Мне было 16-17 лет, когда появились отцы и дети. В романе чувствовалось любовное отношение Тургенева к Базарову. Меня волновал только один вопрос. Почему для Базарова не существовало искусства? Разве материализм не соединим с любовью ко всему прекрасному? И я, и Герман Александрович устали. Разговор истекал. Надо было уходить. Я чувствовала, что Герман Александрович рассказал ничтожную долю того, что знал. И то, что он рассказал, мне жаль было испортить своей передачей. «Герман Александрович, а может быть, вы все-таки собрались бы сами написать свои воспоминания?» Начала снова просить я. «Нет, я не могу себя заставить взяться за перо по тысяче причин, которые было бы долго и скучно излагать. Чтобы писать, надо много знать, вполне изучить, освоиться с этим предметом. А так наброски нет. Я не охотник до этого». «Последний вопрос. Скажите ваше мнение о Виардо. Она была злым или добрым гением Тургеневым?» «Виардо? Добрый гений Тургенева?» «Она экспроприировала Тургенева у России. И что такое Виардо? Я знаю французское женское воспитание. Собрали вокруг нее своих знаменитых друзей и сделали ее такой, какой она была. Ее муж и любовник, если таковым был Тургенев. Муж ее был очень умным господином. Это для нас русских мсье Виардо только муж Полины Виардо, а для французов мадам Виардо только жена Луи Виардо». Это был очень образованный и очень сведущий в литературе и искусстве человек. Интересовался он и политикой, и смыслил в ней много. Французы знали его. Для русских очень заметна разница в произведениях Тургенева до встречи его с ней и после нее. Такое скептическое мнение о роли Полины Виардо в жизни Тургенева было характерным для русских демократических кругов. Луи Виардо был широко образованным человеком, писателем, искусствоведом, переводчиком. Наиболее значительным и известным стал его пятитомный труд, созданный в результате многолетнего изучения картинных галерей и музеев Европы – Англии, Бельгии, Германии, Италии, Испании, России. Большой популярностью пользовались его работы по истории испанской литературы. Его французский перевод «Дон Кихота» считался классическим. Луи Виардо одним из первых познакомил Францию с произведениями Пушкина и Гоголя. Он всячески способствовал изданию во Франции произведений Тургенева. До у него был народ, а после уже нет. Изображение молодежи не вполне соответствовало действительности. Да и чем жил Тургенев? Как поглощала она его и влекла из России туда, где была она? Почитайте его письма к Виардо. Это одна тоска, один порыв к ней и к ней. Она отняла его у России. Любопытно было бы почитать его дневник. О существовании дневника Тургенева упоминается во многих воспоминаниях современников – Островской, Павловского и других. Об этом более подробно в публикации Зильбертштейна «Последний дневник Ивана Сергеевича Тургенева. Литературное наследство. Том 73. Книга 1». Он должен быть в семье Виардо, если только они не продали его из жадности. У них же должны быть тургеневские наброски пером, карикатуры. Тургенев, прекрасный рисовальщик, увлекался игрой в портреты, очень популярной в кругу семьи Виардо. Литературное наследство. Том 73. Книга 1. Страницы. С 365 по 427. Герман Александрович, скажите, вам не приходилось слышать о вызове Тургенева на допрос в Петропавловскую крепость? Я впервые встретилась с такой версией в воспоминаниях Павловского и не очень доверяю ему. Версия Павловского о вызове Тургенева в Петропавловскую крепость ошибочна. В 1862 году революционер-народник Серна Соловьевич был арестован и осужден к пожизненной ссылке в Сибирь по делу о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими эмигрантами. Тургенев, привлекавшийся к допросу по этому же делу, был обязан дать свои показания и о связях с Серна Соловьевичем. Право, не знаю. Следственная комиссия могла, конечно, заседать и в Петропавловской крепости, как, например, в Верховный суд над Каракозовцами или в третьем отделении, но мне он рассказывал лишь о своем вызове в Сенат, кажется, в связи с делом Серна Соловьевича. Тургеневу дали возможность заранее ознакомиться с теми вопросами, которые ему будут предложены, и с показаниями о нем. И я рассказывал Тургенев, читая эти показания и объяснения, так часто слышал в них тот зайчий крик, который так хорошо знаком нам, охотникам. Петр Алексеевич Кропоткин. Из записок революционера. «Князь Кропоткин был у меня и крайне мне понравился. Очень интересная личность» Писал Тургенев Лаврову 5-17 марта 1878 года. Тургенев. Письма. Том 12. Книга 1. Страница 294. Зиму 1877-1878 года Петр Алексеевич Кропоткин 1842-1921 годы жил в Париже, куда приехал из Петербурга вскоре после побега, совершенного им 13 июня старого стиля 1876 года. Тургенев, по словам мемуариста, выразил желание нашему общему приятелю Лаврову повидаться со мной и, как настоящий русский, отпраздновать мой побег. С этой встречи и началось знакомство Тургенева с видным деятелем народничества 70-80-х годов, ученым большого масштаба, историком, биологом, географом, мыслителем, личностью поистине замечательной. Представитель высшей русской аристократии, князь Рюрикович Покрови, имевший больше прав на российский престол, чем Романовы, движимый ненавистью к деспотии и любовью к человеку, он сформировался в убежденного революционера, вдохновенного пропагандиста, освободительных идей. Статья Таратуты. История одной книги. Прометей. Номер третий. Москва. 1967 год. Страница 170. В 1878 году Тургенев часто видится с Кропоткиным. По словам Лаврова, писатель вел с ним долгие разговоры о его планах и взглядах на русские общественные дела. Кропоткин называл себя восторженным поклонником произведений Тургенева. В своей работе «Идеалы и действительность в русской литературе» автор отводит Тургеневу одно из первых мест в истории русского искусства. Тургенев-писатель был особенно близок, созвучен Кропоткину. Совершенное чувство прекрасного и высокоинтеллектуальное содержание творчества. В этом, по его мнению, главная характеристика поэтического гения Тургенева. Кропоткин, так же как Лавров и Лопатин, читал вновь еще в корректурных листах. Примечательно, что отношение Кропоткина к этому роману было несколько иным, чем, скажем, у Лаврова и Лопатина. Соглашаясь, что повесть не дает вполне правильного понятия о народничестве, Кропоткин тем не менее утверждал, Тургенев с обычным удивительным чутьем подметил наиболее выдающиеся черты движения. Он считал, что новь рисует лишь ранние фазы движения, что начнет Тургенев писать роман несколькими годами позже, то героем бы его стал человек действия базаровского или инсаровского типа. Воспоминания Кропоткина о Тургеневе составили небольшую главу «Записок революционера», часть 6, глава 6. Всемирно известные мемуары Кропоткина, написанные великолепным пером публициста-историка-философа, содержащие огромной важности документальный материал по истории русского освободительного движения, стоят в одном ряду с такими мемуарными эпопеями, как «Былое и думы Герцена», «История моего современника» Короленко. Записки революционера впервые опубликованы на английском языке и вскоре же были переведены почти на все языки мира – французский, немецкий, голландский, исландский, польский, шведский, норвежский, датский, болгарский, чешский, японский и другие. На русском языке впервые появились в 1902 году в Лондоне, затем были опубликованы в издательстве «Знания» в 1906 году. Текст печатается по изданию «Петр Алексеевич Кропоткин. Записки революционера. Москва. Наука. 1966 год». Во время этого пребывания в Париже зимой 1877-1878 года я познакомился с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Он выразил желание нашему общему приятелю Лаврову повидаться со мной и, как настоящий русский, отпраздновать мой побег небольшим дружеским обедом. Свой побег Кропоткин совершил из Николаевского госпиталя, куда в связи с болезнью был переведен из дома предварительного заключения. «Я переступил порог квартиры великого романиста почти с благоговением. Своими записками охотника он оказал громадную услугу России, вселив отвращение к крепостному праву. Я тогда не знал еще, что Тургенев принимал участие в колоколе». В 50-х-60-х годах Тургенев принимал участие в организации материалов для герценовского колокола. Это был период наибольшей духовной близости писателя с Герценом. Подробно об этом «Рейсер», «Тургенев, сотрудник колокола», «Тургеневский сборник», «Орел», 1940 год, страницы со 136 по 147. А последующими своими повестями он принес молодой интеллигентной России не меньшую пользу. Он вселил высшие идеалы и показал нам, что такое русская женщина, какие сокровища таятся в ее сердце и уме, и чем она может быть как вдохновительница мужчины. Он нас научил, как лучшие люди относятся к женщинам и как они любят. На меня и на тысячи моих современников эта сторона писаний Тургенева произвела неизгладимое впечатление, гораздо более сильное, чем лучшие статьи в защиту женских прав. Имеются в виду главным образом романы Тургенева «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Новь». Повесть Тургенева «Накануне» определила с ранних лет мое отношение к женщине, и если мне выпало редкое счастье найти жену по сердцу и прожить с ней вместе счастливо больше двадцати лет, этим я обязан Тургеневу. Внешность Тургенева хорошо известна. Он был очень красив, высокого роста, крепко сложенный, с мягкими седыми кудрями. Глаза его светились умом и не лишены были юмористического огонька, а манеры отличались той простотой и отсутствием аффектации, которые свойственны лучшим русским писателям. Голова его сразу говорила об очень большом развитии умственных способностей, а когда после смерти Ивана Сергеевича Тургенева Поль Берр и Поль Реклю, хирург, взвесили его мозг, то они нашли, что он до такой степени превосходит весом наиболее тяжелый из известных мозгов, именно Кювье, что не поверили своим весам и достали новые, чтобы проверить себя. Мозг Тургенева значительно превышал средний вес мозга у мужчин свыше двух килограмм. В особенности была замечательна беседа Тургенева. Он говорил, как и писал, образами. Желая развить мысль, он прибегал не к аргументам, хотя был мастер вести философский спор. Он пояснял ее какой-нибудь сценкой, переданной в такой художественной форме, как будто бы она была взята из его повести. — Вот вы и имели случай много наблюдать французов, немцев и других европейцев, — как-то сказал он мне. — Вы верно заметили, что существует неизмеримая пропасть между многими воззрениями иностранцев и на нас, русских. Есть пункты, на которых мы никогда не сможем согласиться. Я ответил, что не заметил таких пунктов. Нет, они есть. Ну, вот вам пример. Раз как-то мы были на первом представлении одной новой пьесы, я сидел в ложе с Флобером, Додей, Золя. Не помню точно, назвал ли он и Додей, Золя, но одного из них он упомянул, наверное. Все они, конечно, люди передовых взглядов. Сюжет пьесы был вот какой. Жена разошлась с своим мужем и жила теперь с другим. В пьесе он был представлен отличным человеком. Несколько лет они были совершенно счастливы. Дети ее, мальчик и девочка, были малютками, когда мать разошлась с их отцом. Теперь они выросли и все время полагали, что сожитель их матери был их отец. Он обращался с ними, как с родными детьми, они любили его, и он любил их. Девушке минуло восемнадцать лет, а мальчику было около семнадцати. И вот сцена представляет семейное собрание за завтраком. Девушка подходит к своему предполагаемому отцу, и тот хочет поцеловать ее. Но тут мальчик, узнавший как-то истину, бросается вперед и кричит, «Вы ведь не смеете!» Это восклицание вызвало бурю в театре. Раздался взрыв бешеных аплодисментов. Лоберы и другие тоже аплодировали. Я, конечно, был возмущен. «Как?» — говорил я. «Эта семья была счастлива. Этот человек лучше обращался с детьми, чем их настоящий отец. Мать любила его, была счастлива с ним. До этого дренного испорченного мальчишку следует просто высечь. Но сколько я не спорил потом, никто из этих передовых писателей не понял меня». Этот эпизод относится к премьере пьесы «Ожье» «Мадам Гаверле», которая состоялась 4 марта 1876 года. О нем вспоминают многие русские и иностранные мемуаристы. Дагонкур, Ардов, Апрелева, Бларамберг, Оскар Браунинг, биограф английской писательницы, Джордж Эллиот, с которой Тургенев находился в приятельских отношениях. Я, конечно, был совершенно согласен с Тургеневым в его взглядах на этот вопрос и заметил только, что знакомства его были по преимуществу в средних классах. Там разница между нациями сильно заметна. Мои же знакомства были исключительно среди рабочих, а все работники, в особенности крестьяне всех стран, очень похожи друг на друга. Говоря это, я был, однако, совершенно неправ. Познакомившись впоследствии поближе с французскими рабочими, я часто думал о справедливости замечания Тургенева. Действительно, существует глубокая пропасть между взглядами русских на брак и теми понятиями, которые господствуют во Франции, как среди буржуазии, так и среди работников. Во многих других отношениях русские взгляды также глубоко разница от взглядов других народов. После смерти Тургенева где-то было сказано, что он собирался написать повесть на эту тему. Если он начал ее, то рассказанная мной сейчас сцена непременно должна быть в его рукописи. Как жаль, что Тургенев не написал этого произведения. Тургенев имеется в виду замысел неосуществленного романа Тургенева о русском и французском социалистах. Об этом в воспоминаниях Лаврова. Вполне западник по взглядам. Он мог высказать очень глубокие мысли по предмету, который, наверное, глубоко интересовал его всю жизнь. Из всех билетристов XIX века Тургенев без сомнения не имеет себе равных по художественной отделке и стройности произведений. Проза его звучна как музыка, как глубокая музыка Бетховена. А в ряде его романов «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым» и «Новь» мы имеем быстро развивающуюся картину, делавших историю представителей образованного класса, начиная с 1848 года. Все типы очерчены с такой философской глубиной и знанием человеческой природы и с такой художественной тонкостью, которые не имеют ничего равного ни в какой другой литературе. Между тем, большая часть молодежи приняла роман «Отцы и дети», который Тургенев считал своим наиболее глубоким произведением с громким протестом. Об этом в настоящем томме в воспоминаниях Чернышевского, Елисеева, Водовозовой. Она нашла, что нигилист Базаров отнюдь не представитель молодого поколения. Многие видели даже в нем карикатуру на молодое поколение. Это недоразумение сильно огорчало Тургенева. Хотя примирение между ним и молодежью и состоялось впоследствии в Петербурге после Нови, но рано причиненное этими нападками никогда не залечилось. Имеются в виду торжественные встречи Ивана Сергеевича Тургенева, устроенные передовыми кругами русской интеллигенции во время приезда писателя в Россию в 1879 году. Об этом в воспоминаниях Ковалевского во втором томе настоящего издания. Тургенев знал от Лаврова, что я восторжный поклонник его произведений, и раз, когда мы возвращались в карете после посещения мастерской Антокольского, он спросил меня, какого я мнения о Базарове. Я откровенно ответил, «Базаров — великолепный тип нигилиста, но чувствуется, что вы не любите его так, как любили других героев». Напротив, я любил его, сильно любил, с неожиданным жаром воскликнул Тургенев. Вот приедем домой, я покажу вам дневник, где записал, как я плакал, когда закончил повесть смертью Базарова. Рассказ Кропоткина о существовании дневника, в котором Тургенев записывал все относящееся к герою будущего романа, подтверждается и самим писателем в статье по поводу отцов и детей и свидетельствами других современников. Когда я писал Базарова, рассказывал Тургенев, я вел от его имени дневник. Книгу ли новую прочитаю, человека интересного встречу, или событие какое-нибудь общественное произойдет, я все это вносил в дневник с точки зрения Базарова. Вышла притолстая тетрадь, и очень интересная, но она пропала у меня. Кто-то взял почитать и не возвратил. Павловский. Воспоминания об Иване Сергеевиче Тургеневе из записок литератора. «Русский курьер», 1884 год, номер 199, 21 июля. Тургенев без всякого сомнения любил умственный облик Базарова. Он до такой степени отождествлял себя с нигилистической философией своего героя, что даже вел дневник от его имени, в котором оценивал события с базаровской точки зрения. Но я думаю, что Тургенев больше восхищался Базаровым, чем любил его. В блестящей лекции о Гамлете и Дон Кихоте он разделил всех двигающих историю людей на два класса, представленных тем или другим из двух этих типов. «Анализ, прежде всего, и эгоизм, а потому безверие. Он весь живет для самого себя. Он эгоист. Но верить в себя даже эгоист не может», так характеризовал Тургенев Гамлета. «Поэтому он скептик, и потому никогда ничего не сделает, тогда как Дон Кихот, сражающийся с ветряными мельницами и принимающий бритвенный тазик за мамбрино в шлем, кто из нас не делал подобных ошибок, ведет за собою массы. Массы всегда следуют за тем, кто, не обращая внимания ни на насмешки большинства, ни на преследование, твердо идет вперед, не спуская глаз с цели, которая видна, быть может, ему одному. Дон Кихоты ищут, падают, снова поднимаются и в конце концов достигают, и это вполне справедливо. Однако, хотя отрицание Гамлета сомневается в добре, но во зле оно не сомневается и вступает с ним в ожесточенный бой. Скептицизм Гамлета не есть так же индифферентизм, но в отрицании, как в огне, есть истребляющая сила, и эта сила истребляет его волю. В этих мыслях, мне кажется, Тургенев дал ключ к пониманию его отношения к своим героям. Он и некоторые из его лучших друзей были более или менее гамлетами. Тургенев любил Гамлета и восторгался Дон Кихотом. Вот почему он уважал так же Базарова. Он отлично изобразил его умственное превосходство. Он превосходно понял трагизм одиночества Базарова, но он не мог окружить его тою нежностью, тою поэтической любовью, которую, как больному другу, он уделял своим героям, когда они приближались к гамлетовскому типу. Такая любовь была бы здесь неуместна, и мы чувствовали ее отсутствие. — Знали ли вы Мышкина? — спросил он меня раз в 1878 году. Когда судили наши кружки, сильная личность Мышкина, как известно, резко выступила вперед. — Я хотел бы знать все, касающееся его, продолжал Тургенев. Вот человек, не малейшего следа гамлетовщины. И говоря это, Тургенев, очевидно, обдумывал новый тип, выдвинутый русским движением и не существовавший еще в период, изображенный в Нови. Тип такого революционера появился года два спустя после выхода Нови из печати. Среди народнической молодежи, привлекавшейся по известному процессу 193 в 1877 году, находился выдающийся революционер Мышкин. Его арестовали после неудавшейся попытки организовать побег Чернушевского. Одним из самых сильных моментов этого процесса была чрезвычайно смелая речь Мышкина, в которой он призывал к всеобщему народному восстанию. Тургенев, внимательно следивший за процессом, даже сквозь сухие официальные отчеты, сумел, по мнению Кропоткина, угадать среди осужденных новый тип людей, людей действия. В последний раз я видел Ивана Сергеевича Тургенева ни то осенью, ни то в июле 1881 года. Он был уже очень болен и мучился мыслью, что его долг написать Александру Третьему, который недавно вступил на престол и колебался еще, какой политике последовать, указать ему на необходимость дать России Конституцию. В связи с этим интересно отметить упоминание современников о существовании проекта Конституции, якобы принадлежащего Ивану Сергеевичу Тургеневу, литературное наследство, том 76, страница 224. С нескрываемой горестью Тургенев говорил мне, «Чувствую, что обязан это сделать, но я вижу также, что не в силах буду это сделать». В действительности он терпел уже страшные муки, причиняемые раком спинного мозга. Ему трудно было даже сидеть и говорить несколько минут. Так он и не написал тогда, а несколько недель позже это уже было бы бесполезно. Александр Третий манифестом объявил о своем намерении остаться самодержавным правителем России. Еще одно воспоминание. Тургенев как-то заговорил со мной о тех книжках, которые издавал для народа наш кружок. Да, но это все не то, что нужно. Заметил он, задумавшись о чем-то, и, к моему удивлению, тут же упомянул, как наш народ расправляется с конокрадами. Осуждение Тургенева о том, как нужно писать популярные книги для народа, в его письмах к Лаврову. Литературное наследство, том 73, книга 2, страницы, 28 и 30. Точных его слов не могу припомнить, но смысл его замечания врезался мне в память. К сожалению, кто-то, вошедший в кабинет, прервал наш разговор, и впоследствии я не раз спрашивал себя, что же такое он хотел сказать. И вот через несколько времени после его смерти появился его рассказ, продиктованный им перед смертью госпожи Виардо по-французски и переведенный на русский язык Григоровичем, где рассказано, как крестьяне расправились с одним помещиком Конокрадом. Речь идет о рассказе «Конец», 1866 год. Русский перевод, выполненный Григоровичем, появился в первом номере Нивы за 1886 год. Тургенев сочинение том 13. Известно, как Тургенев любил искусство, и когда он увидал в Антокольском действительно великого художника, он с восторгом говорил о нем, «Я не знаю, встречал ли я в жизни гениального человека или нет, но если встретил, то это был Антокольский», говорил мне Тургенев. И тут же, смеясь, прибавил, и заметьте, ни на одном языке правильно не говорит, по-русски и по-французски говорит ужасно, но зато скульптор великолепный. И когда я сказал Тургеневу, «Да чего я еще совсем юношей восторгался Иваном Грозном Антокольского, и что мне особенно понравилось его вылепленная из воска группа евреев, читающих какую-то книгу, и инквизиторы, спускающие их в погреб, то Тургенев настоял, чтобы я непременно посмотрел только что законченную статую Христос перед народом. Я совестился идти, может быть, помешать Антокольскому, но тогда Тургенев решил, что он условится с Антокольским и в назначенный день поведет Лаврова и меня в мастерскую Антокольского. Так и сделали. Известно, как поразительно хороша эта статуя. Особенно поражает необыкновенная грусть, которой проникнуто лицо Христа при виде толпы вопиющей «распни его». В то же время вся фигура Христа поражает своей мощью, особенно если смотреть сзади, кажется, что видишь здорового, могучего крестьянина, связанного веревками. «А теперь посмотрите его сверху», сказал мне Тургенев, «вы увидите, какая мощь, какое презрение в этой голове». И Тургенев стал просить Антокольского лестницу, чтобы я мог увидеть эту голову сверху. Антокольский отнекивался, «Да нет, Иван Сергеевич, зачем?» «Нет, нет», настаивал Тургенев, «ему это нужно видеть, он революционер». И действительно, когда принесли лестницу и я взглянул на эту голову сверху, я понял всю умственную мощь этого Христа, его глубокое презрение к глупости вопившей толпы, его ненависть к палачам. И стоя перед статуей, хотелось, чтобы Христос разорвал связывающие его веревки и пошел разгонять палачей. Тургенев познакомился с Антокольским в 1871 году в Петербурге. Он был одним из первых посетителей мастерской скульптора, увидевших только что завершенную статую Иван Грозный. Об этой встрече Антокольский вспоминает в своих заметках из автобиографии. Тургенев сразу оценил огромный талант Антокольского. Вскоре он написал статью о молодом скульпторе, которая была опубликована в Санкт-Петербургских Ведомостях 1871 год номер 50 19 февраля. Тургенев сочинение том 14 страницы с 246 по 250 Сергей Николаевич Кривенко из литературных воспоминаний Сергей Николаевич Кривенко 1847 1906 годы известный публицист, представитель радикальной части народнической интеллигенции 70-80 годов, один из ведущих сотрудников отечественных записок последних лет. Ему принадлежит мемуарный очерк о Салтыковище Дрине и первая биография писателя. В 1891 году под редакцией Кривенко вышел сборник стихотворений Ивана Сергеевича Тургенева. Русанов говорил о Кривенко как о человеке, умевшем сочетать мягкость и гуманность чувств с искренним служением демократическим идеям Тургенев в «Воспоминаниях революционеров» страницы 269-270. Главный сюжет воспоминаний Кривенко рассказ о встрече Тургенева с молодыми писателями-народниками, предпринявшими издание журнала «Русское богатство». Об этой встрече вспоминают также и другие участники литературной артели, о которой идет речь в мемуарах Кривенко, Русанов и Златовратский. По справедливому замечанию Клеммана, воспоминания об этом эпизоде служат естественным дополнением к рассказам о Тургеневе революционеров-эмигрантов. Тургенев «Воспоминаниях революционеров» страница 205-я. Воспоминания Кривенко впервые опубликованы в историческом вестнике 1890 года номер второй. В настоящем издании текст печатается из журнальных публикаций. Относительно Ивана Сергеевича Тургенева до сих пор существует несколько разных и весьма противоречивых мнений. Одни считают его чуть ли не консерватором, другие, наоборот, чуть ли не прекрасным. Одни видят в нем человека без определенных убеждений, но в высшей степени чистолюбивого, который в угоду чистолюбию приносил решительно все, и, смотря по времени и обстоятельствам, являлся то в одном виде, то в другом, шел то по течению, то против течения, как было выгоднее. Не в смысле каких-либо материальных расчетов, а для литературной известности и популярности. Другие, напротив, считают его человеком убежденным, который никогда не изменял убеждениям и всегда оставался верен идеалам сороковых годов, с которыми вступил на литературное поприще. Идеалом, хотя несколько общим и неопределенным, но, несомненно, очень светлым и возвышенным. Одни говорят, что дело не в светозарности идеалов, а в том, что, когда наступило время их осуществление, то Тургенев двоился, был непоследователен или неискренен. Относясь, например, отрицательно к крепостному праву, своих крестьян, однако, на волю не отпускал, подобно некоторым помещикам, а пользовался их трудом до самой эмансипации. В письме от 19 июня, 1 июля 1874 года, Тургенев сообщал Венгерову, который был занят составлением его биографии, «Когда же матушка скончалась в 1850 году, я немедленно отпустил дворовых на волю, пожелавших крестьян перевел на оброк, всячески содействовал успеху общего освобождения, при выкупе везде уступил пятую часть и в главном имении не взял ничего за усадебную землю, что составляло крупную сумму». Тургенев письма, том 10, страница 256. Льву Толстому 25 ноября 7 декабря 1857 года Тургенев писал, «Я решился посвятить весь будущий год на окончательную разделку с крестьянами, хоть все им отдам, а перестану быть барином, на это я совершенно твердо решился». Тургенев письма, том 3, страницы 170-171. А другие им на это отвечают, что прилагать такую строгую мерку к нему нельзя, и что одно то уже, что он так долго держал знамя свободы и просвещения в руках, есть уже большая заслуга с его стороны и так далее, и так далее. Литературные его отношения и положения также полны недоразумений. То он тяготеет к современнику, то появляется в русском вестнике, когда последний принял уже иное направление, чем в начале. После разрыва с современником в 1860 году Тургенев опубликовал в русском вестнике романы «Накануне» 1860-й, «Отцы и дети» 1862-й, «Дым» 1867-й год. То либеральная критика недовольна им и говорит, что он поет в унисон реакции и обскурантизму, то Котков не одобряет его за излишний либерализм, и все это как-то переплетается с чисто личными его недоразумениями с разными лицами. На самых похоронах Тургеневым нам пришлось слышать несколько таких противоположных мнений, одни говорили о нем как о человеке очень умеренном, даже именно как о плохо понятом консерваторе, допускавшем один только прогресс, постепенный, одну только медленную эволюцию, а крайняя фракция как бы в ответ на это издавала листок, в котором городу и миру, то есть всему свету, говорилось «Он наш, а не ваш». По всей вероятности Кривенко имеет в виду слово, произнесенное на траурной церемонии ректором Петербургского университета Бекетовым. «Если бы все так чувствовали и мыслили, как чувствовал и мыслил Тургенев, то мирное течение наших судеб на пути к прогрессу не было бы прерываемо ни на один миг, ибо его произведения отличаются спокойствием, редкую объективностью и здравомыслием в оценке всякого рода социальных явлений». «Литературное наследство», том 76-й страницы, 675-676-я. Под листком крайней фракции подразумевается прокламация народовольцев, написанная Якубовичем. Появившиеся после смерти воспоминания немного прибавили к выяснению его личности. Одни из этих воспоминаний при всей симпатии к покойному оставляли что-то как бы недоговоренным. Другие прямо накладывали на него неблагоприятную тень, печатавшиеся в русском вестнике. Имеется в виду публикация Щербаня, 32 письма Ивана Сергеевича Тургенева и воспоминания о нем «Русский вестник», 1890-й год, номера 7-й и 8-й. Воспоминания Щербаня и комментарии к ним во втором томе настоящего издания. Третьи представляли его каким-то не то легкомысленным, не то двусмысленным. Вообще неблагоприятных и сомнительных мнений о Тургеневе гораздо больше, чем благоприятных, и в то же время на его долю выпала редкая популярность не только после смерти, как это большей части бывает, но и при жизни еще. В последние годы и во время болезни ему приходилось видеть очень много общественного внимания, уважения и почета. Ему делали овации, посылали сочувственные адреса и письма, дамы целовали руки, а похороны его были положительно небывалыми на Руси похоронами по многолюдству и одушевлению. Лично меня подобная противоположность взглядов и отношений к Тургеневу нисколько не удивляет. Таков уж удел всех крупных и сложных натур, а натура у него была несомненно очень сложная. Барин по рождению и привычкам он имел настолько больше умственных и вообще духовных потребностей, что не мог жить жизнью русского барства. И вот он повернулся к нему спиною и жил за границей. Его влекло туда не только нежное и постоянное чувство к женщине, навестившей его в тяжелую для него минуту, когда он жил по неволе у себя в деревне, но и свобода. Речь идет о Полине Вярдо, однако в Спаское она не приезжала. Ему там вольнее дышалось. Жил он за границей, но в то же время все его лучшие помыслы были в России, о ней он говорил, думал и ей посвящал все свое творчество, то есть всю или почти всю внутреннюю жизнь. Он настолько знал европейскую жизнь и располагал настолько крупным талантом, что мог бы занять видное место и в европейской литературе, беря сюжеты для произведений из тамошнего быта. Но он не мог этого делать, потому что любил родину. Самое большое, на что он решился, это придать некоторым своим фигурам общечеловеческий характер, расширить их или придать им несколько европейского изящества. Но в то же время они оставались русскими. Любил родину, но в то же время не принимал прямого непосредственного участия в ее нуждах и судьбах, как сделал бы человек, которому она дороже собственного спокойствия. Становился совсем европейцем и в то же время оставался русским барином со всеми слабыми сторонами нашего барства и никак не мог совлечь с себя этого первичного, точно прирожденного и насквозь его пропитавшего культа. Тяготел к лучшим литературным стремлениям и в то же время не принадлежал близко ни к одному из литературных кружков, одержался как-то особняком и не стеснялся дурными отзывами о людях. Например, о Некрасове, который, как сейчас помню, незадолго перед смертью вот что говорил, право, я никогда не любил денег, а скорее боялся их, поэтому и берег, этот Ургенев ославил меня каким-то сребролюбцем, он постоянно швырял деньгами, ему можно было швырять, а мне нет, получит из деревни, разбросает в несколько дней все и приедет ко мне за деньгами, а не дашь сердится, примечание Кривенки. Держался особняком, но в то же время имел настолько общественного чувства и мужества, чтобы в Москве на Пушкинском празднестве не принять протянутую катковом руку примирение, в то время как некоторые все забыли и радостно хватали эту всесильную руку, он помнил, сколько эта рука написала против литературной свободы и оставил ее в воздухе. Я далек от намерения выяснять вполне личность и характер Тургенева, я не знал его настолько, хотя характер его мне и кажется понятным, но я не решусь утверждать, что не ошибаюсь. Покойный Михаил Евграф Салтыков однажды в разговоре утверждал, что я вижу Тургенева только с показной стороны. С обычной своей прямотой и суровостью он говорил, он перед вами как павлин распускает хвост, а вы любуетесь, и это ему приятно, а потом сам же будет рассказывать, что за ним ухаживают, и опять получит при этом удовольствие. Насколько Салтыков был прав, не знаю, только я действительно видел Тургенева лишь с хорошей стороны, и сторона эта мне казалась не совсем показной. Салтыков этот прямой, нервный, искренний и не любивший никаких компромиссов человек, человек, весь отдавшийся литературе и видевший в ней чуть ли не самое высшее призвание на земле, был очень часто слишком строг к людям и имел на это неоспоримое право. Но право это было чисто личным его правом, его, да разве еще весьма немногих столь же цельных людей, а большинство не может так смотреть на Тургенева. Тем более не имеет права смотреть на него так наше общество, которое обязано ему очень многим, которое само не имеет даже сотой доли его заслуг и имеет неизмеримо больше всяких изъянов и пороков. Хорошие его стороны не поглощались дурными и не были только костюмами, которые он менял, а гораздо глубже коренились в его душе. Если он не шел наравне с другими передовыми людьми в оценке происходивших явлений и дальнейшем логическом развитии идей, то не потому, что не хотел, а потому, что не мог вследствие душевного процесса, то он сомневался в верности и целесообразности дальнейшего шага, то не находил в себе внутреннего ему соответствия. То его просто что-нибудь шокировало, как эстетика и барина, хотя бы это была иногда даже какая-нибудь частность. Натуры, колеблющиеся, нерешительные, сомневающиеся, были любимыми натурами Тургенева, на изображении которых он клал все свое мастерство, наделяя их чертами личного своего характера. Это вовсе не слабые натуры, вовсе не тряпки, как некоторые думают, а напротив натуры дыровитые, которым недостает только внутреннего или внешнего равновесия для надлежащей деятельности. Зато они смотрят дальше. Я не говорю видят, но некоторые и видят. Тургенев сам отдавал предпочтение людям действия, но любил не Дон Хихотов, а Гамлетов. По природе сам он был несомненным Гамлетом, но довольствоваться таким жеребием не мог, и его постоянно тянуло в первые ряды жизни не к какой-либо обыденной и тем более мелкой практической деятельности, а к такой, которая соответствует первым рядам и большим внутренним силам. Но при первых же практических шагах в нем начиналась рефлексия и просыпался Гамлет. Тургенев с его слабостями, а может быть больше всего благодаря им, был гораздо ближе к обществу, чем другие вожди. Он настолько был органически связан с обществом, что, собственно говоря, не мог слишком далеко заходить вперед, ходить без оглядки, как это некоторые делают, а постоянно оглядывался и соображался с тем, что делается назади, но в то же время и так же постоянно его тянуло вперед и вперед, если не действовать, то смотреть. Такие люди систематически действовать не могут, а либо остаются на житейской арене вместе с большинством общества пассивными зрителями, либо действуют и догоняют других порывами, догоняют, а иногда и перегоняют, часто проигрывают, а иногда и оказываются совершенно неожиданно господами положения. Я не знаю, думал ли когда-нибудь Тургенев о руководящем положении, стремился ли когда-нибудь серьезно руководить общественным мнением один или вместе с другими, но что он принимал близко к сердцу общественные и литературные вопросы и интересы, в этом не может быть сомнения. И очень возможно, что если бы к нему более заботливо и снисходительно относились люди, которых он ценил и уважал, то роль его в литературе могла бы быть иною, менее обособленную и более плодотворную. Нельзя, конечно, в этом никого винить, потому что странно было бы приспособлять целую литературу к одному человеку или требовать к нему большей внимательности, чем сам он личными отношениями заслуживал. Поджидать размышляющих в житейской борьбе так же трудно, как и собирать отсталых. Но мы никого и не виним, а только хотим сказать, что такие сложные натуры руководятся и очень сложными душевными процессами, которые нелегко поддаются определениям. Они никогда почти не возбуждают таких глубоких и искренних симпатий, как натуры цельные, но тем не менее всегда представляют глубокий интерес. Выяснение характера Тургенева может быть чрезвычайно интересной темой для психолога. Каждая новая черта, каждый лишний штрих могут пригодиться и не должны пропадать. Вот поэтому мне и думается, что и мое непродолжительное знакомство с ним и особенно то, что он говорил относительно литературы, представляет некоторый интерес и может служить для его характеристики. Знакомство мое с Иваном Сергеевичем началось в 1879 году. По указанию одного общего нашего знакомого он прислал мне из-за границы две рукописи проживавших там русских, с которыми те к нему обратились для пристройства их в петербургские журналы. Подобное обращение к Тургеневу были очень часты. Одни просили у него совета, другие рекомендации, третьи просто интересовались его мнением. Я знаю случаи, когда ему посылались за границу рукописи даже из России. Некоторые из них он посылал прямо в редакции, а другие через знакомых, поручая им позаботиться об их судьбе и куда-нибудь пристроить. Но и в первом случае он нередко просил кого-нибудь узнавать о рукописях, будут они напечатаны или нет, и если нет, то передать их в какую-нибудь другую редакцию и тому подобное. Потом еще раза два или три он обращался ко мне с подобными же поручениями как лично, так и через Топорова. В то время я был постоянным сотрудником одного петербургского журнала и имел знакомство в других редакциях, так что подобные поручения меня нисколько не обременяли и не удивляли. С ними постоянно все и ко мне обращались. Но вот что меня удивило, или лучше сказать порадовало. Мы несколько человек-приятелей и я в том числе мечтали о новом журнале, который издавался бы на несколько иных основаниях и преследовал бы несколько иные цели. И Тургенев, узнав об этом, выражал нам сочувствие и пожелал со всеми нами познакомиться. Его вообще интересовали молодые и новые писатели, что они представляют собою и что несут в жизнь, а может быть отчасти и как к нему относятся, тем более, что некоторые из них категорически отказывались от знакомства с ним, несмотря на неоднократно высказанное им желание и попытки их увидеть. В то время, о котором идет речь, 1879-1881 годы, он не пользовался особым расположением в тех кружках, к которым я принадлежал, на него были недовольны за его дым и новь. А некоторые не забыли еще и отцов и детей, но главным образом недовольны были новью. Я и тогда разделял, и в значительной степени и до сих пор разделяю это недовольство, но недовольство мое не переходило в нетерпимость и безапелляционное обвинение, я просто находил, что он гораздо лучше сделал бы, если бы совсем не писал этого неблестящего и в литературном отношении романа, но ни на одну минуту не ставил нови на одну доску с бесами Достоевского, как некоторые делали. Там я видел озлобление, прежде всего и больше всего озлобление, а тут находил нечто примиряющее, нечто происходящее совсем из иного источника, порою недоразумение и недостаточное знакомство с молодежью, а не предумышленность, порою скорбь и досаду, а не нетерпимость и злобу, а порой несомненно и добрые стремления и желания словом нечто от доброты. Все это как-то само собой чувствовалось между строк, чувствовалась доброта и в письмах, в которых Тургенев писал о рукописях. Писем этих было у меня немного, два или три из них разрезав на части, так как желающих было больше, я роздал в 1883 году после Тургеневских похорон знакомым, желающим иметь его автограф, а одно, оставленное себе на память, к сожалению, утерял или по ошибке уничтожил. Письма эти, впрочем, не заключали в себе ничего особенного, это были краткие деловые письма, в которых он или просто излагал, что именно желательно авторам или рекомендовал их статьи, но и тут, говорю я, сказывалась душевность и сочувствие к бедственному положению авторов. Постарайтесь, пожалуйста, пристроить, потому что автор нуждается. Сделайте, что можно, автор бедствует и тому подобное. Мало того, можно было видеть, что Тургенев сочувствует в статьях действительно хорошим мыслям, хотя в литературном отношении рекомендации его далеко не всегда были удачны и не соответствовали действительному достоинству статей. Все это как-то невольно располагало к нему и укрепляло во взгляде на него, который потом так хорошо высказал Михайловский. Совершенно независимо от меня и в другое время он почувствовал относительно Тургенева то же самое, что и я. Собрав мысленно всех действующих лиц его произведений к его гробу, он показал, что они могут простить ему те обиды, какие он некоторым из них причинил, как потому, что в обидах этих не было для них бесчестья, а с его стороны злонамеренности, так и потому, что слишком много обязано русское общество этому человеку, и это тем более, что человек этот никогда не был савлом, никогда не был в рядах гонителей истины и гасителей света, а если ему и случалось впадать в ошибки, порождать недоразумения и обнаруживать личные слабости, могшие быть тому или другому досадными и неприятными, то все это не должно и просто не может заслонять собою его громадных заслуг. том шестой страницы 157-158 примечания Кривенки имеются в виду сочинения Михайловского том шестой Санкт-Петербург 1885 год Журнал, о котором мы мечтали и о котором мне пришлось потом не раз говорить с Тургеневым, должен был издаваться и вестись кружком, артелью, а помещаться в нем должны были статьи преимущественно начинающих писателей. Старые таланты старелись, а молодые на смену не являлись. Это с одной стороны, а с другой у нас в литературе всегда был избыток пишущей братьи, не находившей места в существующих органах печати, избыток не слишком ярких или не выработавшихся еще дарований, но дарований, отличавшихся честным направлением, так что голос их, помимо всего прочего, был бы небесполезным голосом. Это в большинстве случаев были неисправимые идеалисты, для которых литература была чем-то вроде святая святых. Мечты наши долго не осуществлялись. То не находилось подходящего издания, то попытки получить разрешение на новое не удавались, то не было денег и тому подобное. Наконец судьба нам улыбнулась, довольно впрочем кислую улыбку. Мы приобрели маленький подцензурный журнальчик «Русское богатство». Журнал «Русское богатство», основанный в 1876 году, не пользовался популярностью. В 1879 году он перешел в руки литературной артели, которую возглавлял Кривенко, а членами были Глеб Успенский, Гаршин, Русанов, Скобичевский и другие. Перед этим он несколько раз переходил из рук в руки, приостанавливался и вновь возникал, утрачивая все больше и больше подписчиков, и в последнее время, как говорится, просто валялся на литературных задворках. Он не выходил, но право на издание еще сохранялось. Это была настоящая утлая дырявая ладья, в которой и предстояло совершить трудное плавание и произвести все те преобразования, о которых мы мечтали. Положение вещей было такое. Не было подписки и денег, не было ни у кого практического умения вести дело и ладить с цензурой. Приходилось работать даром, а для многих это было не только трудно, но даже невозможно. Были хорошие имена, но не имена литературных корифеев, которые обеспечивают успех изданию, да и те имена, которые были, не всецело принадлежали журналу, потому что должны были участвовать в других изданиях, где приходилось работать. Надо отдать справедливость, что большинство хороших писателей нам сочувствовало, хотя некоторые и посмеивались, говоря, что ничего у нас не выйдет. предприятие действительно было довольно смелым, чтобы не сказать больше. Как раз в это время приехал в Петербург Тургенев, и у некоторых из нас явилась мысль заручиться и его именем, и попросить у него какой-нибудь рассказ или статейку для журнала. Другие были против этого, говоря, что не стоит кланяться и даже связываться с ним. Но большинство думало не так, указывая именно на то, что он сам высказывает нам сочувствие и тем более, что коммерческих выгод с журналом у нас не соединялось. А прежде всего было желательно создать хорошее дело. Если мы и рассчитывали работать в журнале и иметь впоследствии правильный заработок, то издательских интересов ни у кого в виду не было, так как всю чистую прибыль, какая могла бы получиться, предполагалось употреблять с одной стороны на увеличение, улучшение и удешевление журнала, а с другой на общее повышение литературного гонорара и типографского труда, не исключая и посторонних сотрудников. При таких условиях не так стыдно было обратиться к Тургеневу. Затрудняло нас только одно, какой предложить ему гонорар, такой, какой он получал из других редакций, был для нас обременителен, а установившийся для обыкновенных статей чересчур мал. Одни говорили, что никаких исключений делать не следует, другие, напротив, что не следует срамиться и надо лучше занять денег, чтобы заплатить ему не меньше других, третьи предлагали, чтобы он сам назначил плату. Но так как до вопроса о гонораре дело не дошло, то об этом можно и не говорить. А Тургенев, между тем, со своей стороны, опять выражал сочувствие нашему предприятию и, между прочим, высказал Успенскому, которого раньше знал, желание познакомиться с нами. Были нежелавшие и этого, и когда зашла речь, где назначить место для свидания в редакции или у кого-нибудь на частной квартире, то одни стояли за редакцию на том основании, что если он сам захочет знакомиться, то пусть в редакцию или к каждому особо с визитом и приходит, а другие, напротив, стояли за частную квартиру, в конце концов, остановились на квартире Глеба Успенского. В назначенный вечер собрались мы и приехал Тургенев. Первое впечатление, которое он на меня произвел, было следующее. Какой он большой, высокий, а мы-то какие маленькие. Перезнакомившись со всеми, Тургенев сел и сейчас же овладел разговором. Говорил он прекрасно, просто и образно, слегка пришамкивая по-стариковски. Сейчас я со Скобелевым обедал, сказал он. Вот красная девушка поминутно краснеет, скажет слово и покраснеет, и не подумай, что такой храбрый. Потом рассказал, что они говорили со Скобелевым, перешел к нашей политике по восточному вопросу, к тому, как смотрят на эту политику в Париже, Вене и Берлине и так далее. Восточный вопрос. События на Балканах приковывали внимание Тургенева. О них он часто пишет своим друзьям Вревской, Полонскому, Флаберу. Писатель напряженно следил за освободительной войной балканских славян против турецких поработителей. В дневниках Фанни Тургеневой есть любопытная запись, характеризующая взгляд Тургенева на восточный вопрос. Литературное наследство, том 76, страница 388. Враждебные по отношению к России отзывы иностранной печати, английской, французской, о русско-турецкой войне 1877-1878 годов возмущали Тургенева. Иван горько жалуется на французскую прессу. Речь лилась почти безостановочно, а мы слушали, попивая чай. Впрочем, не все молчали. Кто предлагал вопрос, кто вставлял замечания, а один вступил даже в продолжительный разговор. Собеседником Тургенева был Русанов. В своих воспоминаниях он более подробно передает содержание своего разговора с Тургеневым. «Каково же ваше мнение о тепережнем положении вещей у нас?» спрашивал он Тургенева. «И не думаете ли вы, что у нас на носу революция? Разве нет большого сходства у теперешней России и дореволюционной Франции? Там были голодные бунты, они и у нас. Там разорялись помещики, уступая место интендантам, откупщикам и прочим капиталистам и у нас. Чумазы разоряют дворянские гнезда». Тургенев при этом улыбнулся. И ответ Тургенева. «Россия далеко не так близка к революции, как Франция прошлого века, пока нет общего могучего течения, в котором сливались бы отдельно оппозиционные ручьи, о революции, мне кажется, рановато говорить». Тургенев в «Воспоминаниях революционеров», странице с 265-й по 276-ю. Это были две полные противоположности. Один старик, другой юноша, совсем мальчик. Тот седой и высокий, этот черный как жук и маленький, тот художник, этот экономист, то есть сама проза и цифра. Тургенев с большим вниманием вслушивался в то, что он говорил, и, по-видимому, слушал его с удовольствием. Скоро разговор перешел на разные внутренние вопросы, на народ, экономическое его положение, земельное устройство, возрастание кулачества и прочее. Вот явление, сказал Тургенев относительно кулачества, с которым просто необходимо считаться и не оставлять его без внимания. Скоро не будет, кажется, деревни без кулака. Плодятся они положительно как грибы, и черт знает, что делают. Это какие-то разбойники. Я думаю написать рассказ об одном таком артисте, который так и назову «Всемогущий Житкин». Рассказ Тургенева приводится в воспоминаниях и других мемуаристов. Это сюжет, который должен был лечь в основу очерка «Всемогущий Житкин». Это видите ли сосед бывших наших крестьян. Он не только всячески их эксплуатирует, не только берет с них разные поборы и чуть ли не каждый день загоняет их скот и берет штрафы, но захватывает даже у них землю, переносит межи и переставляет столбы. Представьте, какую штуку выкинул. Жаловались мне несколько лет тому назад крестьяне, что у них он землю захватил. Я сказал им «Захватил? Так жалуйтесь суду». Да жаловаться-то говорят нельзя, уж жаловались, да ничего не выходит, потому что по плану-то по его выходит, а на самом-то деле по-нашему должно быть. Что думаю за чепуха такая? Послал в контору, велел принести план, поехал с ним на место и увидел, что все как следует, то есть границы в натуре совпадают с планом. Очевидно, крестьяне неправы, так и сказал им, а они между тем все свое твердят и каждый год мне повторяют одно и то же. Захватил, да захватил, ну, думаю, это обыкновенная история, мужик так втемяшится, так втемяшится, что в голову, не скоро оттуда выйдет. Однако представьте, что вышло. В позапрошлом году разбирали в кладовых и на чердаках всякие хламы, старые бумаги и нашли старый план имения, где обозначены соседние границы и земля, отведенная потом крестьянам. Стал я встречать этот план с новым и убедился, что они не сходятся, велел запрячь дрожки и поехал на место. Оказалось, что межа действительно перенесена и что крестьяне правы. Просто руками развел и окончательно стал в тупик, как это могло случиться. Ах, какая тут досада меня взяла. Между тем, увидев, что я приехал опять с планом и что-то смотрю, пришли мужики, целая огромная толпа. Пришел и Житкин. И какая была вышла неприятная история. Услышав, что правда не на его, а на их стороне, они напустились на него и стали самым невозможным образом ругаться. Он сначала было попробовал отругиваться, но потом видит дело плохо, видит, что негодование растет и становится все единодушнее и единодушнее, видит, что его окружают, был один момент, когда и мне показалось, что вот еще одно какое-нибудь слово, одна какая-нибудь капля, и все набросятся на него и растерзают в клочки. Признаться, перетрусил я. Попаду, думаю, в кашу, пожалуй, еще подстрекателем сделают. Я ведь план разыскал и приехал к ним. Я сказал, что он не прав и так далее. Но тут меня внезапно осенила мысль, которая дала делу совершенно неожиданный оборот. Вдруг я протиснулся вперед и просто не своим голосом закричал на Житкина «Я тебе, мерзавец, за это задам, во строк засажу, в каторгу сошлю, в кандалы закую». Смотрю, все примолкли. Возбуждение в толпе утихает. Видят, что защита есть, что сам барин, а следовательно и начальство за дело берутся. Вот погоди, говорят, будет тебе на орехи вражий сын, узнаешь Кузькину мать. А Житкин тем временем все пятился да пятился назад, дошел до дома, юркнул в него и запер дверь. Точно камень у меня с души свалил, слава бог, думаю, благополучно все кончилось. И за них ведь боялся, случай что-нибудь отвечали бы, не пошутили бы с ними. Дальше, пообещав наказать Житкина, я действительно думал не оставлять этого дела так и что-нибудь сделать, просил всех, кого только можно было обратить на это внимание, говорил при случае даже губернатору, которого по крайней мере, в прошлом году ничего еще не было сделано и все оставалось по-старому. Вот интересно, что в нынешнем году найду. Очень возможно, что и до сих пор ничего не сделано. Просто удивительно, какими судьбами, какими путями такие господа устраивают и обделывают свои дела. Чтобы межу перенести и один план заменить другим, надо похлопотать, да похлопотать. И втихомолку ведь этого тоже нельзя сделать. Об этом, вероятно, если не все, то многие знали или слышали. Затем тот факт, как вам нравится, что я крупный местный землевладелец, человек со связями и знакомствами, ничего не могу сделать в данном случае, не могу добиться никакого толку. Уверен ведь, что и губернатор на моей стороне и желал бы так же, чтобы дело решилось в пользу крестьян, но и он, оказывается, не все может сделать. Такие дела обделываются через всю эту канцелярскую многочисленную уездную мелюзгу, а с нею в тесной связи, конечно, и губернская мелюзга. Вот идут от писки до переписки, справки до заключения, а губернатор тем временем ждет-ждет, да и забудет. Во многих случаях только этого и было нужно, но лучше всех сам этот Житкин. Представьте, в прошлом году еду я по железной дороге, вдруг он на одной из станций откуда-то взялся, влетает в вагон и валится в ноги, сделайте божецкую милость, не погубите, век буду молить, и так далее. Вы, может быть, подумаете, что он отказывается от захваченной земли и просит только, чтобы наказания ему какого-нибудь не было? Нет, он просит только, чтобы я отказался от дела и оставил его, как оно есть. Понимаете, кланяется, а в то же время свое дело делает, зацепил зубами и не может рожать пасть-то. Затем, помнится, зашла у нас речь об отношении народа к помещикам, начальству и вообще к власти, и Тургенев рассказал нам тему другого предложенного им рассказа, который он думал озаглавить «Повиноваться». Рассказ этот был просто неподражаем в устной передаче по своей рельефности и живости. Я не могу его в точности воспроизвести, но суть состояла в следующем. Проезжал куда-то по Орловской губернии император Николай Пауч, проезжал на лошадях, так как железной дороги тогда еще не было. И вот крестьяне, желая его повидать, бросали работу и со всех сторон бежали на станцию, где он должен был менять лошадей. Некоторые делали по 25 верст и больше. В то время где-то в Орловской губернии были какие-то недоразумения между крестьянами и помещиками. Увидев крестьян, Николай Павлович строго взглянул на них и сказал им несколько слов, которые закончил словом «повиноваться» и при этом погрозил им пальцем. Все остальное, кроме этого, совершенно улетучилось у крестьян из памяти, а это слово и жест напротив глубоко врезались и точно все подавили и вытеснили из головы. По отъезде Николая Павловича ближайшие крестьяне и те, которые мимо шли, пришли к Тургеневу и рассказывали, что было. Но, говорил Тургенев, я решительно не мог составить себе об этом никакого представления, сколько не расспрашивал, на какие лады не ставил вопросов. Все повторяли только одно. Как стал он в Тарантасе, да как глянет на нас, так мы все на коленки упали, а он поднял, значит, палец, да как крикнет повиноваться. Тут уж мы ниц все полегли и долго так лежали. Он уже уехал давно, а мы все лежим, только помаленьку поглядываем. Едет это в гору, а пальцем все грозит. И Пакеда из глаз скрылся, все стоял в Тарантасе и палец держал, пальц того какой. Тургенев показывал со слов очевидцев величину представившегося им пальца чуть не в пол аршины. Ей бог, не преувеличиваю, говорил он, не может быть, говорю одному, чтобы такой большой палец был. Божица, что такой. Не мог так же разубедить их, что будто Николай Палч стоя в Тарантасе ехал. Уверяют, что стоя и конец. По всей вероятности он обратился к ним, садясь в экипаж и крикнул повиноваться стоя, так это впечатление и застыло. А насчет того, что он еще говорил, так-таки ничего и не добился. «Вот, Иван Сергеевич, если бы вы написали и нам дали какой-нибудь из этих рассказов, сказал кто-то, кто именно теперь уже не помнит». «Если напишу, то извольте», сказал Тургенев, «только последний рассказ вряд ли цензурен, я и насчет первого-то сомневаюсь, очень возможно, что и в нем что-нибудь усмотрят». Затем стали говорить о наших намерениях, целях и материальном положении журнала. Как человек опытный, он прежде всего указал, что без денег трудно вести хорошее дело, а затем, что по цензурному изданию нелегко конкурировать с бесцензурными, и что ладить с цензурою надо большое умение. Это, впрочем, мы и сами хорошо понимали. О чем еще говорилось не помню, помню только, что вечер прошел очень оживленно и что мы остались довольны Тургеневым. Затем мы пригласили его еще через несколько дней к одному из издателей «Слово», господину С, который любезно предложил устроить для него вечер, но вечер этот прошел довольно скучно, как-то официально и натянутым. Кроме нас были еще гости, около Тургенева уселся адвокат Н, тоже до некоторой степени причастный к литературе и совершенно завладел им. Он почтительно рассказывал ему что-то и столь же почтительно предлагал разные вопросы, не давая никому слова сказать, так что мы все время сидели и слушали. с господином С. Свидание в доме Сибирякова состоялось в феврале 1880 года. Об этой встрече Тургенева с народнической молодежью сохранились также воспоминания Ясинского «Роман моей жизни», книги воспоминаний «Москва-Ленинград», 1926 год, страницы 168-169 Между тем ничего интересного он не говорил, всем было скучно, а Тургеневу должно быть больше всех, хотя он рассказывал что-то и отвечал на вопросы. После, по крайней мере, он жаловался и жалел, что ни о чем не удалось поговорить. Видя, что почтительному пленению его конца не будет, мы стали понемногу уходить в другие комнаты и говорить между собой. Через несколько дней Тургенев уехал из Петербурга, так что в этот приезд я его больше не видел. В 1881 году, если не ошибаюсь, в мае, он опять приехал из-за границы, находя, что жить можно только или в Париже, или в деревне, он, как птица, два раза в году совершал перелет, весной отправлялся в деревню, а осенью возвращался в Париж, причем проездом обыкновенно останавливался на несколько дней в Петербурге и Москве, чтобы повидаться с знакомыми. В этот приезд ему, однако, пришлось довольно долго просидеть в Петербурге, потому что он заболел. У него было что-то такое в печени, был кашель, но главным образом болели ноги. Узнав, что он приехал и лежит, мы с Глебом Успенским отправились его навестить. Стоял он в то время в меблированных комнатах на углу Морской и Невского, где в последнее время обыкновенно останавливался. Просидели мы у него недолго. Был у него, кажется, кто-то в это время и чувствовал он себя не совсем хорошо, а говорили, помнится, больше о текущих делах и событиях и множестве всевозможных слухов, которые в то время ходили в Петербурге. Время тогда было очень смутное, никто не знал, что будет и чему верить. Невероятное осуществлялось ни с чем, несообразное казалось возможным, а потому самые разнообразные слухи циркулировали в великом изобилии. Помню, впрочем, говорили еще вот о чем. В то время в редакции газеты-журналов начали довольно часто присылать рукописи крестьяне. Я не знаю, продолжается ли это и до сих пор или уже прекратилось, но тогда у нас, по крайней мере, нередко случались такие рукописи. Какая-то полоса такая вышла, так что порою даже казалось, что мужик не хочет больше молчать и собирается говорить. В рукописях этих говорилось и о народных нуждах, и о правде, и неправде, и о начальстве, и о суде, и о земле, и о социалистах, словом, обо всем, что так или иначе касалось народа, его жизни и души. Успенский очень интересовался этими рукописями, всегда их внимательно прочитывал, собирал и хранил, находя в них большой интерес и доказывая, что их непременно нужно печатать как непосредственный голос народа. заинтересовал он ими и Тургеневы, который просил его прислать ему некоторые из них для прочтения. — Вы, господа, не забывайте же меня, пожалуйста, говорил, прощаясь Тургенев, и не считайтесь с больным визитами, видите, я теперь какой. Через несколько дней я был в морской по делу и по дороге еще раз зашел к Тургеневу. Чувствовал он себя лучшим, говорил много и о разных предметах, но больше всего о литературе и молодых писателях. Говорил о Глебе Успенском, которого очень любил и ценил, досадуя на него только заодно, почему он не попытается большого романа или повести написать. А из молодых писателей больше всех ему нравился Гаршин. — Какая должно быть у него чудесная душа, говорил он, только что-то болезненное в нем есть. Очень нравилась ему еще небольшая повесть Винницкой, напечатанная в то время в отечественных записках. — Просто прелестные, чисто художественные есть страницы, говорил он, но не все хорошо, а потому трудно сказать, что из нее выйдет. Имеется в виду повесть молодой писательницы Винницкой «Будзяник» перед рассветом, который она дебютировала в отечественных записках, 1881 год, номер пятый. Винницкой принадлежат воспоминания о Тургеневе, опубликованные в новом времени, 1895 год, номер 6784, 6791, 6798, 6805, 17, 24 и 31 и 31 января, а также 7 февраля. Тургенев следил решительно за всем, что появлялось новенького в литературе, не исключая даже иллюстрированных изданий и таких газет и журналов, которых в Петербурге обыкновенно не читают, а потому знал и таких писателей, которые только что выступили в литературе или написали только одну какую-нибудь вещь, мало кому известную. Он помнил даже особенно выдающиеся и яркие места и страницы, которые произвели на него впечатление, обращал внимание даже на слог и внешность. А у Винницкой, сказал он, должно быть, Салтыков вымарывал и исправлял. Так это как-то чувствуется. Я почти безошибочно всегда могу сказать, где он постарался. Это уж такой человек, которого всегда и везде узнаешь. И, должно быть, сердился при этом, верно, что-нибудь было неподходящее или слишком растянутое. Сейчас ведь это видно, как он вырубает. Михаил Евграфович Салтыков-щедрин покровительствовал начинающей писательнице. Находил у нее очень живой талант, правдивый и свежий. Повесть перед рассветом была опубликована в журнале с купюрами. Салтыков писал автору «Простите великодушно за те выпуски, которые я нашел необходимым сделать в цензурных видах, а также и за то, что окончание в тех же видах стушевано». Щедрин том 19 книга 1 страница 221 Салтыков-щедрин Салтыков-щедрин и Тургенев были единодушны в своей оценке повести Винницкой. Тургенев, который в настоящую минуту здесь писал Салтыков, тоже с большой похвалой отзывается о вашей повести. Щедрин том 19 книга 1 страница 223 «А как он сам меня радует, вы не можете себе представить. Он не только нисколько не стареет, но становится все лучше и сильнее, все ярче и определеннее. Я радуюсь за него. Помимо всего прочего, еще чисто эгоистически, потому что это наше поколение, значит, мы не совсем еще старики и кое на что годимся. За исключением меня, впрочем, потому что я вряд ли могу уж теперь работать». «А вы хотели два рассказа написать», сказал я. «Да, вот хотел и не мог ничего с собой сделать». «Ну, да это что? Я говорю, работать так, чтобы стыдно не было, работать, как Салтыков, например, работает. Знаете, что мне иногда кажется, что на его плечах вся наша литература теперь лежит? Конечно, есть и кроме него хорошие, даровитые люди, но держит литературу он. Вот на ком непростительный грех, что не пишет, вот кто мог быть теперь чрезвычайно полезен, Лев Толстой. Но что же вы с ним поделаете? Молчит и молчит, да мало еще этого, в мистицизм ударился. Такого художника, вот такого первоклассного таланта у нас никогда еще не было и нет. Меня, например, считают художником, но куда же я гожусь сравнительно с ним? Ему в теперешней европейской литературе нет равного, ведь он за что бы ни взялся, все оживает под его пером. И как широка область его творчества, просто удивительно. Будет ли это целая историческая эпоха, как в войне и мире, будет ли это отдельный современный человек с высшими духовными интересами и стремлениями, или просто крестьянин с его чисто русскую душою, везде он остается мастером. И барыня высшего круга выходит у него как живую, и полудикарь черкес, даже животных, вы посмотрите, как он изображает. Однажды мы виделись с ним летом в деревне и гуляли вечером по выгону, недалеко от усадьбы. Смотрим, стоит на выгоне старая лошадь, самого жалкого измученного вида. Ноги погнулись, кости выступили от худобы, старость и работа совсем как-то пригнули ее. Она даже травы не щипала, только стояла и отмахивалась хвостом от мух, которые ей досаждали. Подошли мы к ней, к этому несчастному Мерину, и вот Толстой стал его гладить, и, между прочим, приговаривать, что тот, по его мнению, должен был чувствовать и думать. Я положительно заслушался. Он не только вошел сам, но и меня ввел положение этого несчастного существа. Я не выдержал и сказал, «Послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадью. Да? Вот, извольте-ка, изобразить внутреннее состояние лошади. И в то же время одинаково ему доступна и психическая сторона высокоразвитого человека, и высшая философская мысль. Но что вы с ним поделаете? Весь с головой ушел в другую область, окружил себя библиями, евангелием, чуть ли не на всех языках и списал целую кучу бумаги. Целый сундук у него с этой мистической моралью и разными кривотолкованиями. Читал мне кое-что, просто не понимаю его. Говорил ему, что это не дело, а он отвечает, «Это-то и есть самое дело». Очень вероятно, что он ничего больше и не даст литературе, а если и выступит опять, так с этим сундуком. Он не только для общества, но и для литературной школы был бы нужен. У него есть ученики, Гаршин ведь, несомненно, его ученик. Тургенев очень подробно расспрашивал меня о Гаршине и особенно об его эксцентрическом путешествии к графу Лорис Меликову, о котором тогда говорили. 21 февраля старого стиля 1880 года Гаршин обратился к председателю Верховной Распорядительной Комиссии Лорис Меликову с требованием амнистии Младецкого, совершившего покушение на Лорис Меликова и приговоренного к смертной казни. Об этом в воспоминаниях Русанова былое 1906 год, номер 12 страницы с 50-й по 52-ю. Казнь Младецкого послужила одной из причин, усугубивших душевную болезнь писателя, которая привела его к трагической кончине. Гаршин относился к Тургеневу с большой симпатией. Он был одним из тех писателей народнической ориентации, кто полностью принял Тургеневскую новь. Что за прелесть, писал он. «Я не понимаю только, как можно было, живя постоянно не в России, так гениально угадать все это, когда читаешь, плакать хочется». Гаршин полное собрание сочинений, том 3, Москва, Ленинград, 1934 год, страницы 109-110. Гаршин посвятил памяти Тургенева свой рассказ «Красный цветок». Отечественные записки, 1883 год, номер 10. Тургенев лично знал Гаршина. Очень удивлялся он, каким образом Гаршин, такой миролюбивый человек, вдруг бросил студенческую скамью и попал на войну, очутился вдруг на Дунае в действующей армии, сражался и был ранен. Я также этому немало удивлялся и однажды спросил его об этом. «Да видите ли, как это случилось», отвечал он, «я всегда сочувствовал братушкам». А тут, как нарочно, экзамены подошли, я, по правде сказать, струсил экзаменов, а потому взял и уехал. Он даже доказывал, помнится, когда я спросил, а разве на войне менее страшно, что экзамены, как акт систематического и растянутого страха, который переживается человеком индивидуально, при сознании полной своей зависимости от случая, усмотрения и настроения экзаменаторов, хуже военного страха, когда люди двигаются против опасности, как-то стихийно, все вместе и с одинаковыми для всех шансами умереть или остаться в живых. «Скажите, пожалуйста», вдруг совершенно неожиданно спросил меня Тургенев после некоторого раздумья, «очень меня бронят за мою новь». Я смутился от такого неожиданного вопроса, предложенного тоже каким-то смущенным голосом, но сейчас же оправился и подумал, зачем я буду умалчивать или неправду ему говорить, а потому ответил, «Да, Иван Сергеевич, побранивают». «За что? За что? Скажите, пожалуйста. Вот это-то мне интересно. Я осознаю, что это неудачная в литературном отношении вещь. Ну, у кого же нет неудачных вещей? У всех есть. И, право, за это не стоит бронить человека, да я думаю, что только за это и не бронили бы меня. А тут, очевидно, недовольство гораздо глубже идет. Это я вижу уж по одним печатным отзывам, а затем и слышу через знакомых, слышу, но все-таки никак не могу взять в толк, в чем именно дело, чем недовольны. Пожалуйста, не стесняйтесь и говорите откровенно, я буду очень вам благодарен. «Да, видите ли, говорят, что вы молодежь не настоящую взяли». «Какую видел, такую и взял? Есть гораздо более яркие и симпатичные фигуры. Не отрицаю этого и охотно допускаю, но я таких людей близко не видел, не видел их деятельности, а затем подумайте, как бы я стал изображать их деятельность, ведь тогда новь не могла бы появиться в русской печати. Наконец такие вещи трудно писать, только понаслышке, их надо близко видеть, а еще лучше пережить. У меня, если хотите, есть вновь такие фигуры, но я не посмел их очерчивать даже общими чертами, поэтому они стоят у меня вдали в тумане. Ах, с каким удовольствием я изобразила бы безымянного человека, это полное отречение от себя и всего, чем люди дорожат и во все века дорожили. Право, только русский человек может выдумать и быть способным на такую штуку. Намек на эту мысль уже заключен в самом романе, в словах Паклина «Безымянная Русь, да, это та, которая уже стоит на кафедрах, пишет в журналах, мечется из стороны в сторону, под предостережениями увольнениями, притеснениями, о ней-то надо упомянуть, в ней-то и будущность». Буданова «Новь безымянная Русь» в романе Тургенева, Тургеневский сборник, третий выпуск, 1967 год. «Вот и говорят, зачем же в таком случае вы Соломина поставили как-то выше других?» «Не выше, а вышло это, вероятно, потому, что Соломин ближе и понятнее мне, ближе к моим понятиям и представлениям, а затем я убежден, что такие люди сменят теперешних деятелей. У них есть известная положительная программа, хотя бы и маленькая, в каждом отдельном случае. У них есть практическое дело с народом, благодаря чему они имеют отношение и связи с жизнью, то есть имеют почву под ногами, на которые можно твердо стоять и гораздо увереннее действовать, тогда как люди, не имеющие не только прочных корней, но и просто поддержки ни в народе, ни в обществе, уже самую силу обстоятельств обречены на гибели должны действовать урывками, постоянно озираясь и затрачивая непроизводительно хотя бы на одно это массу сил. Не подумайте, однако, что это мне доставляет удовольствие, уверяю вас, что кроме грусти ничего не доставляет. А не думаете ли вы, что соломины легко могут превращаться в простых буржуа или в самодовольных навозных жуков? Это уж от них зависит. Это смотря по человеку или по людям и по тому, как они будут действовать, в свою пользу или нет, в одиночку или согласно, поддерживая друг друга. Но подобные превращения всегда и во всех положениях ведь возможны. Вот еще говорят, что вы недостаточно показали всю трудность условий, в каких нашей молодежи приходится жить и действовать, стремиться к добру, пытаться сделать его и потом страдать. Это верно. Тут действительно следовало бы многое сказать. Мне на днях рассказывали такие факты, что просто ужас берет. Но опять как это скажешь? Затем, Иван Сергеевич, самое главное, чем недовольны внове, это то, что вы изобразили почти всех действующих лиц, кроме Соломина, ниже обыкновенного умственного уровня. В этом усматривают с вашей стороны умысел. Это неправда. Этого я не имел в виду. Послушайте, ну, разве же они так глупы? Конечно, это не гении, но и не глупы. Скажите, пожалуйста, как вы сами об этом думаете? Откровенно скажите. «Откровенно говоря, и мне тоже кажется, я не скажу прямо глупы, это действительно нельзя сказать, а как-то придурковаты». Тургенев засмеялся и покраснел. «Ну, значит, у меня не вышло, что я хотел показать», сказал он. «Уверяю вас, что я не имел в виду изобразить их такими, я брал обыкновенных среди людей, а если и был тут некоторый умысел, так вот какой. Мне хотелось показать некоторую умственную узость людей, в сущности, вовсе не глупых». Рассуждения Тургенева о некоторой узости профессиональных революционеров, приведенные Кривенко, совпадают с тем, как писатель в свое время характеризовал Инсарова, упрекая его в излишней сухости и сосредоточенности на одном своем призвании. Так ведь это и есть на самом деле. Люди до того уходят в борьбу, в технику разных своих предприятий, что совершенно утрачивают широту кругозора, бросают даже читать, заниматься, умственные интересы отходят постепенно на задний план. И получается в конце концов нечто такое, что лишено духовной стороны и переходят в службу, в механизм, во что хотите, только не в живое дело. Где нет движения мысли, там нет и прогресса. Почему же никто не хочет посмотреть так на вопрос, что я потому указал на эту слабую сторону, что желал добра молодежи? Теперь уж я не помню всех подробностей этого довольно продолжительного разговора. Помню только, что Тургенев в заключение сказал, но ведь у меня не кончено. Я удивляюсь, как этого не заметили. Так прямо оборвано нити, и как бы мне хотелось, если только буду в состоянии написать продолжение или что-нибудь подобное на эту же тему. Не хочется только, чтобы об этом раньше времени говорили. Героем нового романа, по мнению Тургенева, должен бы явиться рабочий Павел, эпизодический персонаж Нови, будущий народный революционер. Он станет со временем, не под моим, конечно, пером, я для этого слишком стар и слишком долго живу вне России, центральной фигурой нового романа из письма Кавелину от 17 29 декабря 1876 года. Тургенев письма том 12 страница 39 приведенный Кривенко разговор о возможном продолжении Нови в какой-то степени опровергает скептический взгляд Тургенева на самого себя, как на автора нового романа о русских революционерах. Затем он спросил меня, что у нас в редакционном портфеле есть интересного по части билетристики и просил дать ему некоторые рукописи для просмотра. Через несколько же дней я исполнил это его желание и завез ему какие-то две рукописи, которых и сам еще не читал, но которые мне хвалили. Заходил я к Тургеневу по большей части утром, пока еще не начинались к нему визиты. Так он сам просил, чтобы иметь возможность поговорить. Заставал я его обыкновенно уже в зале на диване, куда он с трудом перебирался из спальни. Ходить ему было очень трудно, одеваться так же, а потому он не одевался и лежал в фуфайке и всем прочем из сосновой шерсти, прикрыв чем-нибудь ноги, которые должно быть очень болели, потому что он частенько морщился и поправлял их, а иногда и прямо жаловался. Ах, какая несносная боль, когда придет кто-нибудь и говорит, что все еще ничего, как-то легче становится, а уж как один останешься, так просто беда. Тургенев был очень словоохотлив и обыкновенно сейчас же начинал что-нибудь рассказывать, точно действительно стараясь поскорее заглушить боль. Я вам расскажу, в каком я здесь комическом положении, только вы, пожалуйста, никому не говорите, потому что мне, право, стыдно. Теперь ведь здесь время переходное, смутное, говорят о сведущих людях, всех спрашивают, как быть и что делать. В Париже были глубоко убеждены, что как только я сюда приеду, так сейчас же меня позовут для совещаний. Пожалуйста, Иван Сергеевич, помогите вашей опытностью и так далее. Гамбетто, который прежде держался относительно меня довольно высокомерно, тут два раза приезжал ко мне, несколько раз совещался с Грэви и составили они вместе целую программу, которую я должен был тут предложить. Программу, безусловно, прекрасную, выгодную, конечно, для Франции, но не менее выгодную также и для России. Сколько было надежд и волнений! Теперь они там ждут от меня известий. И сам я, признаться, тоже разделял их надежды, а я сижу здесь дурак-дураком целых две недели, и не только меня никуда не зовут, но и ко мне-то никто из влиятельных людей не едет, а те, кто заглядывают, как-то все в сторону больше смотрят и норовят поскорее уехать. Ничего, мол, неизвестно, ничего мы не знаем. По некоторым ответам и фразам имею даже основание думать, что я здесь неприятен, что лучше было бы мне куда-нибудь уехать. Да я и сам уехал бы с большим удовольствием, если бы только не эта проклятая болезнь. Очень уж тут скучно теперь, а иногда, правда, даже страшно бывает, ничего не понимаешь, что творится. Каждый что хочет, то и делает. А потом все объясняют недоразумением. Покорно благодарю за такие недоразумения. Как только маломальски поправлюсь, сейчас же уеду в деревню. Но теперь, пожалуй, и в деревне тоже страшно. А в деревне-то чего ж бояться? Как чего? И там, я думаю, тоже сумятица и смута в головах. Знаете, что может быть? Засмеялся Тургенев. Я иногда боюсь, что какой-нибудь шутник возьмет и пришлет в деревню приказ повесить помещика Ивана Тургенева. И достаточно. И, поверьте, придут и исполнят. Придут целую толпою. Старики во главе принесут веревку и скажут «Ну, милый ты наш, жалко нам тебя. То есть, вот как жалко, потому ты хороший барин, а ничего не поделаешь, приказ такой пришел. Какой-нибудь Савельич или Сидорыч, у которого будет веревка в руках, даже, может быть, плакать будет от жалости, а сам веревку станет расправлять и приговаривать. Ну, кормильц ты наш, давай головушку свою, видно уж судьба твоя такая, коли приказ пришел». «Ну, уж это вы преувеличиваете», сказал я. «Нет, право, может быть, может, и веревку помягче сделают, и сучок на дереве получше выберут», фантазировал Тургенев и смеялся. «Скажите лучше, какие рукописи вы мне принесли?» Я сказал и отдал ему рукописи, причем высказал сожаление, что не мог захватить еще одного рассказа Максимова, который мне очень нравится, но не нравится, к сожалению, цензуре». «А в чем там дело?» спросил Тургенев. «Если нетрудно и есть время, расскажите, пожалуйста, вкратце». «По моей передаче вы не увидите литературной стороны рассказа, то есть самого описания, потому что я совсем плохо говорю, а тут именно в описании это все и заключается, так как тему и для рассказа послужил действительный случай, бывший в Пензенской губернии. Нет, все-таки расскажите мне только самую суть, самое содержание рассказа». «А суть, сказал я, такая, жила, видите ли, в одном селе солдатка, матрешка, женщина опустившаяся, пьяная, оброшенная. Все, кто хотел, пользовался ее услугами, все над ней смеялись, ругали ее, под пьяную руку и били. Дома своего у нее не было, ночевала она, где случится из милости, а нередко и просто под заборами, поблизости кабака. Но вот несколько человек-крестьян в сердцах на помещика задумали поджечь барское гумно и решили воспользоваться для этого ею. С этой целью один из них приласкался к ней, поговорил по-человечески и сказал ей, чтобы она сослужила службу миру. И вот под влиянием этой-то ласки, человеческого отношения и идеи быть полезной миру, она вдруг точно перерождается, становится другим человеком. Тургенев приподнялся на диване. «Какая чудесная тема», сказал он. «Ну а затем что же?» «А затем совершает она поджог. Производится следствие крестьяне, недорожа ею и выгораживая себя, показывают на нее. Попадает она во строг и судится в окружном суде. Но выдавшие ее, крестьяне чувствуют сожаление, их, как говорится, зазрила совесть, и они решаются выгородить ее на суде, то есть отказаться от своих показаний и сказать, что ничего не видали, ничего знать не знают и ведать не ведают. Цель достигается, и подсудимые выходят из суда оправданные только и всего. Тургенев, забывший о больных ногах, вдруг вскочил и с чисто юношеским нетерпением спросил, «Ну а дальше что? Как он кончил? Как?» А дальше по выходе из суда и она и свидетели отправились в кабак, перепились и опять все по-прежнему пошло, то есть она превратилась опять в старую матрешку. «Очень хорошо! Ужасно я рад, что он так кончил, сказал Тургенев, ложась опять на диван. Это вполне естественно, а я боялся, что он как-нибудь по-немецки кончит, заставит ее выйти за какого-нибудь замуж, устроит им с мужем какую-нибудь булочную или лавочку и так далее. Вы мне все-таки пожалуйста пришлите этот рассказ». Прощаясь, он еще раз повторил ту же просьбу и сказал «Кланяйтесь, пожалуйста, Глебу Ивановичу и всем-всем. Мне кажется, что если бы я с вами, господа, почаще виделся, то опять стал бы писать. А если буду в силах и что-нибудь напишу из того, что думаю, непременно пришлю вам». Я поблагодарил. Через несколько дней он возвратил мне оставленные ему рукописи и уехал в деревню. Больше я его уже не видел. Конец книги «Открытый» 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 «Открытый»